Значит, добрый вечер! Поаплодируй нашему гостю! Здравствуйте! Очень рад вас всех видеть! Николай Желудович! Такое открытие года для меня, на самом деле. А как я выяснил в хуарах, хамикат меня уже давно знает, некоторые давно уже слушают, смотрят, видят, даже следят за своим творчеством, чтобы ему было дико приятно, что параллельная школа, Московская школа Нового кино, выпускает тоже талантовых людей. Однако сегодня в Московской школе кино сегодня мы встречаемся в рамках «Пять вечеров». Такая программа интересная, где пять человек за год, пять человек за год, я пошел в пятерку сейчас, приходят и рассказывают о своем творчестве. Творчество разнообразное. От фильмов до становления мыслей, рассказывают студентам, как может быть, как могло было быть, как будет дальше и так далее. До тебя был с огнем, Милашин приходил, рассказывал, как он тут всех сожжет. А мы сегодня с большим удовольствием поговорим о маленьком, камерном, внутреннем. Мне очень понравилось все кино, скажу честно. Я анамерикан люблю, рукой, да, очень люблю. Думаю, что я все-таки очень взрослый дядя, она не будет со мной снимать, что жалко, на самом деле. Вот. И с чего начнем? До разминки, давайте, до разминки. Коля, расскажи, пожалуйста, в двух словах, просто так, чтобы размяться, как ты начал в этой жизни работать, как ты пошел в московскую школу кино, в новое кино, почему не дошел до московской школы кино, почему-то ближе к метро, что ли будет, и свернул, правильно? Вот. И первые шаги, потому что, говорю, здесь у нас, ребят, сидят, значит, выше, это давно закончившие операторы, ниже средний курс, тут, справа, с угла обычно, бежит на разливом. К выходу сидят, подготовишь, они боятся, чтобы быстро выгодно, они пугливо, они могут зайти, если на них очень громко, не сбегают. Вот. Такой смешанный курс, все операторы, нет ни одного... Не дай бог, какой-нибудь режиссер. Нет, бывает приходят иногда художники, но им разрешаю. Пусть сидят. Вот. Поэтому, Коль, давай так, спокойно, расскажи. Да, всем привет, если меня не слышно, сразу мне скажите, я, в принципе, могу попробовать говорить громче. Нормально? Да. Как я пришел... Короче, длинная история. Я, чтобы не пойти в армию, поступил в Академию искусств в Беларуси на операторство. Вот. Через год понял, что что-то какая-то беда, вот. И я взял Академию и уехал в Штаты. Я там работал и жил, и начал потиху там где-то подрабатывать на каких-то там супер дешевых, плохих рекламах. И, в принципе, понял, что такое производство, но супер плохое, супер некруто вообще. Вот. Потом приехал сюда, назад вернулся в Беларусь, и мы с друзьями решили просто снять док, который вы сейчас видите. Мы на самом деле взяли три фотика и решили поснимать. Это мой родной город, типа родной район. Мы туда приехали, достали камеры, начали снимать ребят, сняли их, и попытались смонтировать, не знаю, ничего про монтаж, про... Короче, не про что. Слово драматургия, короче, это было грубое слово на ДМ, не знаю, что оно значит. Вот. И мы просто сложили, и мы дали слово, что соберем за два дня. Потому что всем было западло, и мы решили, что больше двух дней мы не продержимся все равно. И решили сразу просто, что мы соберем за два дня, то и выложим. Вот. И мы в то время супер любили фильмы Костомарова и Расторгуева, и мы случайно просто рискнули, дерзнули, и написали, это мы еще жили в Минске, в другой стране, и мы написали им просто, типа мы такую штуку сняли, может гляньте. И Костомаров и Расторгуев посмотрели, и дали свои комменты, как бы они собрали кино. И ужасно говорить, но мы не воспользуемся их комментариями, пусть нам было уже, честно скажу, ужасно говорить, но нам было лень. И мы как его собрали, так отправили на Art Dog Fest. И нас взяли, и мы приехали в Москву. И все. И мы поняли, что кино это круто, и переехали, и поступили уже в МШНК, и все такое. Вот. Как ты легко. Короче, я главный, чтобы не пойти в армию. Смысл? История. Понятно. Я стал оператором, чтобы не ходить в армию. Вот. Так. И вот ты закончил МШНК. Да, да, да. И как ты попал на картину Камерикян? Через рекламу, через документальные работы? Вот как вот это? Хороший вопрос. Я закончил МШНК, и если два слова, я там понял, что я научился снимать, потому что ходил на лекции по режиссуре. Это самое главное, я потом расскажу про это. Вот. Я вам советую тем же заниматься тоже. Вот. И я долго снимал маленькие арт работы. Я больше снимал всякие видео арт, и снял 3-4 работы сам как видео худажник. Так. Хе-хе-хе. А, сори. Вот. И в это время я там снимал какие-то видосы, такие артушки, типа того. Ну, маленькие прям там ролики. И потом мне позвонил Евгений Марьян. Это такой дебютант все еще, потому что наш фильм с ним не вышел. И предложил мне полный метод. Это было снято на студии Коктебель, которая снимала там Хлебдикова, Серебря. Да, да. Все вот, да. Шульцес и все такое. Вот. И я супер как бы загорелся, и мы поехали в независимую и непризнанную всеми страну Приднестровья. И сняли там, короче, полный метр. Он до сих пор еще не вышел, потому что он откладывается, потому что хотят подать на фестивале. Его взяли в прошлом году, но отменили фестивали. И он еще год ждет. Это вот одна из тех историй, когда ты уже забыл, что ты снимал что-то, а оно все еще не вышло. И когда-нибудь в 2025 тебе вручают какую-нибудь пребию, либо хвалят, а ты даже уже не помнишь за что. Это тоже часть кинопроизводства. Надо к этому быть готовым. Вот. И там мы познакомились с Екатериной Джагаровой, художницей. И она следующую работу снимала с Меликами. А до этого она с ней снимала Фею, кажется. Фею, да. Вот. И они начали снимать, а, начали готовиться к проекту, который тогда назывался, да, уже тогда назывался Троем. Вот. И Кать посоветовала Ане познакомиться со мной. А до тебя не было в операции? Да. Кажется, был. И мне кажется, там что-то там не пошло. То есть подсидит? Да. Это все через это как через руководство. За бабло за процент, как говорится. Шутка. Нет. Ну просто тебе пока сказал, что вот есть такой оператор с ним работала, и вот советует познакомиться. Мы познакомились и пришли с ним. Слушай, скажи, пока мы не взялись крепко за картину, не стали ее по косточкам разбирать, а есть много интересных вопросов. Ну, интересных, но это, к сожалению, больше не очень. Ты сказала ребятам по поводу того, что заниматься режиссурой. Сразу скажу, оговорюсь. Известно, что Московская школа нового кино делает большой упор на занятия с операторами, в том числе и с режиссерами режиссуры, общий просмотр, общее обсуждение. И там мозги операторов строятся, в том числе, очень режиссерские. Я совершенно не удивлен, что ты занимаешься и документальным параллельным кино, но и снимаешь игровое, потому что у вас там так построено обучение, что мышление неразрывно связано режиссерско-операторское. По поводу техники чуть позже поговорим. Ты почему сказал ребятам этим заниматься? Ты считаешь, что это не изучать режиссуру, а больше времени проводить с режиссерами? В прямом смысле этого слова. Можно бухать, если не хотите ходить на одни бары? Это они делают... Правильно делают. Потому что, мне кажется, самая большая проблема дебютных фильмов в том, что есть два лагеря, и у них нет общего языка. И все, что я слышу, как режиссер... Вот я вчера сидел в баре, и мои друзья-режиссеры жаловались на то, как им ужасно работать с оператором, а позавчера я сидел с двумя операторами, которые снимают дебют, и они говорят, что просто с режиссерами никогда в жизни не будут с этими людьми. Я просто слышу, что и те, и другие просто не знают, как разговаривать с другом. Вот это вся проблема. И мне кажется, что вот это вот как бы... Ну что должны быть какие-то... Я не знаю, можно ходить в аквапарк, если лекции не нужны. Просто больше времени проводить друг другу. И это, мне кажется, основа вообще... Потому что, мне кажется, всем страшно. Ну все боятся признать, что им страшно. И все начинают искать, типа, что проблем в другом, что типа... Я хотел снять хорошее кино, но он, типа, не понимает. И это говорит каждый цех на других всех. Потому что всем, на самом деле, все до конца не знают, что хотят. И чем больше времени люди говорят вместе, тем им проще, как бы, сделать то, что они хотят. Вот, мне так кажется. Ну ты же говоришь... А ты про себя то же самое можешь сказать? Конечно, конечно. 100%. Ну... У меня, кстати, вчера был режиссерский дебют. Так... Поддравьте меня, пожалуйста. Ееееее! Супер, привет! Все, побери. Спасибо. Сорри. Я так честно считаю. Мне кажется, это такая, как бы, проблема, что это... Твор... Как это сказать? Блин. Творческое творчество. Звучные фразы. Коллективное творчество, да. А... Все отдельно... Учатся, обучаются кусочкам. И... Как бы, никто до того, как начинает делать... Как бы, вместе, на самом деле... Ну... Короче, надо, типа, очень много времени, мне кажется, потратить на то, чтобы вместе стусоваться. Чтобы вообще на одной волне, типа, как бы... Я сейчас с режиссером снимаю. Мы вот так друг на друга смотрим после дубля. И мы, типа... Мы, типа... Все. Вот... Мы поговорили. Мы, типа, обсудили следующий кадр. Я без шуток. Что мы с ним, типа, просто друзья и тусуем все время вместе. И мы, как бы, там... Одно кино сходим там. Я не знаю. Не шмотки носим. Ну, типа, вот... Вплоть до такого. И, как бы, я ему говорю, типа, походу, это было круто. Он такой... Это была бомба. Ну, как бы, мы даже вслух не говорим. Такая история. Прошедный шмот классического режиссера-мужчина. Ну, ты сейчас «Американ» снимал. Все сложнее. Смотри... Я задумался. Задумался. Посмотрим, что будет дальше. Ты так легко пытаешься ребят убедить, что нужно быть со-режиссерами подсознательно, да? А сам уже дебют режиссерский снял. Скоро останется без операторов. Нет. Психология того, что нужно понять... Знаешь, какое выражение есть у нас в нашей школе? Мне очень нравится, очень расхожее, но очень известное. Что главная задача оператора на картине – это пытаться объяснить режиссеру его собственные замыслы. Ну, через технику. Понять, продвинуть, нанести, помочь. Так что, в принципе, одна и та же волна. Давай тогда перейдем к картине, а то будет нам чуть-чуть проще. Ты в армии точно не был? Был. А, был. Ты отвечаешь как-то по-военному. Я чувствую, что... Окей. Да, смотри. Вопрос. Я знаю, что Аня Мерикян – замечательный режиссер, который очень мыслит операторски. И все ее работы – они очень операторские. И для не секрет, что фильм «Нежность» первую серию, когда еще она не была серией, она сняла как режиссер-оператор. Сама на телефон. Абсолютно верно. Вот. И вот вопрос. Сколько, не знаю, процентов вещей, идей, направлений в этой картине от нее? Сколько от тебя? К процентному соотношению? Ну, нет. Ну, не о процентном соотношении. Расскажи, что такие вещи… Кто придумал? Что придумал? Как это выделать? Ну, давайте я чуть-чуть введу, да. Я сейчас просто не буду рассказывать, какую страну кто придумал. А не помню, даже сейчас не смогу вспомнить, пытаться даже не буду. Но концепция была вообще такая, типа, изначально это была… В общем, мы познакомились с Аней и, в принципе, в целом обсудили целиком. Решили, что будет работать, что будем работать вместе. Начали обсуждать. И, как бы, Аня так немножко с опаской сказала, есть такая тут тема. Как бы, у меня вот такая идея была, говорит, что я хочу снять фильм, где только трое людей в кадре. Ну, типа, вообще, вот просто их трое. И, как бы… Я говорю, ну, вообще, показывать чуть-чуть довольно формально. В принципе, по смыслу. Довольно нормально. Там, я хочу снять фильм, где все в красном ходят. Это, как бы, для клипа прикольно, но для кино, как бы, немножко странно. Вот. И мы договорились, что мы будем, как бы, держать это в голове, об этом думать. И если, там, к концу обсуждения поймем, что это, как бы, да, там, круто и работает, и это неформальная придумка просто, чтобы потом писать в пресс-релизах, там, что здесь только трое, как бы, а на самом деле фильм, там, плохой, чтобы так не было. Мы решили, как бы, держать это в голове, но в конце иметь, там, бэкап, что если мы поймем, что не работает, то в целом снять просто кино. Вот. Но изначально, как бы, это была, прям, ее задумка. Если интересно, я там расскажу, откуда она. Может, прочитали, там, что она увидела, господи, икону Рублева-Троица. Вот. И прочитала, вдруг, про нее, что, типа, Рублев был первый человек, который написал эту икону. А там, вообще, на самом деле, в этой иконе, там, всегда, там, например, там, я не знаю, 28, там, типа, действующих писа, она же. Вот их там, глянь, там, 28 человек. Я сейчас к примеру говорю. Ну, короче, больше трех. И он был первым человеком, который решил оставить только вот этих трех ангелов, которые, там, или там, трех святых, я не помню. Которые, на самом деле, по его мнению, являются центральной, как бы, фигурой всего этого замысла. И он первый человек, кто вместо, там, 28 людей, которых, там, рисовали уже, там, я не знаю, там, типа, тысяч лет, к примеру, он нарисовал всего трех. И это было, как бы, круто. И вот она сказала, мне эта идея сама нравится. Вот, если мы сможем ее, типа, добиться, было бы круто. Я говорю, ну, если мы поймем, что это, как бы, будет больше выглядеть, как технический прием, который, на самом деле, мешает зрителей смотреть не только, типа, крупный, 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 крупный. И да и ты такой, типа, эээээ, зачем вы меня мучаете? Тогда мы откажемся. Если мы поймем к концу обсуждения, что интересно, это создает язык и это работает, пробуем и делаем это. где-то уже там на день такой 20 ну я сейчас расскажу у нас были жесткие там по времени рамки мы каждый день встречались очень почти без выходных на самом деле даже не 61 прям практически по 12 часов читали сценарий переписывали раскадровали вот так жестко работали и на день уже 20 мы поняли что прикольно типа надо пробовать вот и но первые дни когда снимали это было вот я кстати должен сказать вот я еще тоже на пленку снимал я первый раз в жизни не дублировал на цифру то что снимал на пленку хотя мог это то что я снимал вообще но я говорю что и там же я понял что вот надо себя все-таки сказать что если я уже решился что-то делать не надо как бы покапиться не надо давать себе возможность спастись что каждый раз когда ты такой мы с аней там решили все общих планов не снимаем ничего не делаем только люди только крупно и в первую смену такие а давай с ним потом такие стоп если мы сейчас снимем общий план то вообще все как бы можно не снимать можно просто снимать кино и это был такой первый день когда мы такие ну что объявляем я не знаю и мы просто такие там полчаса просто взяли перерывы многие объявили все и решили снимать без общих планов только трое не переводимся хотя могли ну как бы эта штука когда ты можешь физически и потом ты представляешь год готовился потратил деньги и просто потом ты на монтаже понимают не хватает и ты вдруг понимаешь что ты этого не снял это конечно сложный выбор поэтому я к тому что сложно выбрать но если ты уже решился лучше попробовать и снять до конца Коль, ну подожди, ну там есть общие планы потом вы нашли, вы нашли, давай расскажи каждый общий план является от как это сказать зак окончанием повествовательной линии каждого героя и он как бы так или иначе является освобождением этого героя что он как бы не освобождение что герой себя принял таким какой он есть вот она такая вот она всех строит вот она всем там мозг делает но вот она такая сама на себя посмотрела и я такая потом у кого ну у него понятно общий план это конец вот и у кого там у Юлечки кажется где она идет через мост ну трамвай это просто на самом деле меня попросили не заканчивать вообще он должен быть был отрезан когда они падают но так красиво сняли что они решили вставить но это внутри одного крупного кадра поэтому такой полуобщий полуобщий запишите новый термин есть как и хорошая фраза как и хорошая группа вот да но я бы сказал что это супер длинная накадровая история которую на монтаже сволочи не спросив меня продлили до общего плана ну дорогой мой ты камеру включил снимал значит отвечай все я мог отвести конечно случайно уронить на пол этого я учу студентов но однако не позволяет нравственные вещи сложить но я не имел ввиду чистых общих планов все равно же вам удавалось снять в замечательном потрясающем хорошем умным тонком прекрасном очень простом варианте когда у вас расфокус общего плана что там просто это было тоже это вот кстати если мы сейчас говорим про то как проворот 360 чрезвительный зал ну это тоже есть я вообще имею ввиду там переселить разговаривать с девушкой продавщицей цвета а потом уходит в раз фокус или там даже сцены где ваш типографии женщина пошла вроде есть женщина женщины нет на самом деле она и существует она не существует она еще это сейчас вспомнил про этот проворот когда на на сцену выходит я прочитаю проворот через это это просто мы это было там тоже полчаса мы такие звучит но может все таки снимем монтаж но нет может все таки проведем и покажем это да мы просто снимали чтобы поднимались в этом астория или где-то супер красивый в центре москвы лепнин просто 10 метровые потолки и колонны и мы такие просто ничего этого не покажем там катя художница вы охренели снимать вообще план и мы такие просто ну что делать я говорю я не буду снимать ну давай хотя бы пораспоку и но типа тоже короче ограничения они на самом деле помогают придумать и это нормально на самом деле в одной комнате снять сразу начинаешь придумывать снять на одну оптику начинаешь придумывать я не знаю снять только сидящих людей начинаешь короче есть что-то в этом но если это выстраданное то лучше не делать хочу главное понять изначально что как бы есть шанс что это будет прикольно или это будет просто выстраданно что я там снимаю ну короче все на контровом иногда ты такой типа говорят люди я не вижу что вы говорят стрёмно и странно ты выключаешь а если это прикольно и работает на идея когда круто работает нет ты правильно говоришь знаешь мои словами очень приятно что формализм нужно достигать пока он интересен до формы души на собой любуешься в кадре то люди выключают на втором минуте да ты числа очень такую страшную фразу снять на одном объективе это же тоже формализм потому что зритель не заметил на 40-го всю картина скажу ну расскажи дима на ну-ка есть документальное кино называется токио га советуем посмотреть и там про режиссера который снял 69 фильмов я понял вот и из них 54 сняты на полтос потому что он это режиссер просто любил полтос или как это выглядит или был один штатив одна камера и полтос 54 фильма сняли на одну камеру не больше денег не было а потому что он берет и пить я даже не хочу думать о том что можно сейчас нет вообще вот это там пока не хочу придумать у меня вот сценарий вот тут люди горят играть не хочу пойду и выглядит офигенно и у него свой язык появился как бы он просто вытащил это вот до филигранности но это не значит что надо снимать на ползах на диплом я все покупаю один один я кивает сидят 4 4 снимать до 4 уже куплен я слушайте я еще ссори сразу всех предупрежу я из типа людей мастер и художник отношусь ближе к художникам я не знаю ничего технически я больше экспериментирую если здесь есть люди которые технически чем-то любят я имею ввиду докапываться до истины то мне супер извините вам будет скучно я сразу извиняюсь обучение в мшнк стало как сказать финальным подтверждающим как бы фактом того что я уже знал и умел не то что я все знал но я как бы это было как типа уже схлопнулась то о чем я все время думал это как бы то о чем всегда думал как бы уже кто-то сказал это более точно не было такого что у меня там пришел упал в обморок на открылись глаза там я там сейчас я буду будет будет более жестко спрашивать вопросы не очень вообще картина трое однако мне есть вопрос я сегодня и посмотрел на извините на телевизионном экране очень большом домашним все разумного метра а сегодня посмотрел на большом экране проекция в отличие от многих школах это правда что разрешение каждый месяц меняем лампы о чем это и а да о том что у нас что вы заставляете детей смотри вот в этой картине большое внимание большее внимание большое внимание уделено композиции фокусу глубине отсутствием перспективы в нашем понимании в хорошем она размыта абстракт на дарите не существующие и эти фигуры которые подойдут фигуры чтобы это очень редко они существуют и шахматные фигуры в этом пространстве здесь меньше внимания уделено свету в этой картине я бы наверное подумал грешным делом что ты не умеешь ставить все однако титры работы которые ты делал рекламе и которые я видела ребята ты не скинул две работы я скинул имя они сами как-то знаете очень хорошо тоже подкидно я увидел другую работу со светом более интересную более глубокую более неэкспериментально насыщенную непродуманную скажи чем ты руководствовался здесь этой работы бытовизной площадке отсутствием времени отсутствием техники или просто забыл что происходит свет как восстать расскажу звучало немного как оскорбление я руководствовался тем что я брал за референсы все советское кино и поэтому я говорю что во всем советском кино довольно плоский направленный лобовой свет это просто как сказать рефлексия по поводу советского кино это абсолютно мне жалко нету уже референсов но как бы я делал мутборд для своего гайпера это абсолютно чтобы дать эту стилистику вот как раньше снимали в советском кино и не там не заморачивались плохом смысле каждый человек был важнее чем таршар я так скажу это словах всегда важнее вы столкнулся немножко другую часть жалкостью да а почему референсы советское кино вдруг это же не советская история не стилизация какие референсы почему именно советское кино ну извини давай поговорим с тобой а что ты имеешь ввиду что это не советский нет но почему как это история связано с советским союзом почему они референсы или на советское слава богу я надеюсь уже ничего не связано и не считаю что сейчас происходит почему надо светить сейчас скажу смотри есть фильмы времен оттепли советские которые снимались на территории данного государства раньше это был просто вот никак не связано с политикой или с каким-то во время оттепеля была одна вещь тогда режиссер пытался полюбить героя и чтобы полюбить его как бы вот это время оттепеля сформировала свой язык вот она снималась по-другому если прям там посмотришь хрусталев машину и к примеру полет во сне и наяву вот это один из референсов или посмотришь отпуск в сентябре то ты поймешь о чем я говорю это все что я хочу сказать но и нет но советским союзом и исторически то есть почему стилизация выбрал стилизацию именно потому что режиссеры времен оттепель и героя пытались полюбить простого человека это была главная тема потому что там было запрещено было все такое довольно слабое они перестали протестовать они пытались полюбить простой человека вот тут мы пытаемся полюбить простых людей все еще просто лучше сентябре не знаю но пары то есть не наяву я смогу 20 за картину и конечно финал там украсть все на закатан там прямой прямой и мы решили кстати не было еще классная штука мы решили короче нет стесняться прямых отсылок просто есть такая всегда штука что вопрос там украл или отрефлексировал слишком там украл образ либо там слишком спрятал уже не потому что мы решили просто делать там где-то прямые отсылки вот прям так сказать там сделаем 56 прямых отсылок и просто один в один там просто главный герой одет точно так же как в последней сцене одет динковский те же одежда даже рубашка выбрана все то что вообще абсолютно 1 секрет плагиат игру традиции слушай это все ушли после просмотра мы остались вдвоем проем я почему-то сцена где хабинский слушает его администратор звонит жене если не разбивать они пересказывают ну на кого ну я допустим бы долгий провод я включил я Я включил даже долгие проводы, идеальный кусок, что-то в телефон. Она! А ты их что? Павлик говорил. А потом я, как ты мог. Понятно? Звони, звони, звони. Да, это прямо оттуда есть. А вы поняли, кто играет администратором? Комик. Кто? Комик. Комик. По голосу узнал. Который там, ну короче, не важно, главное из Comedy Club, что все равно можно, мы поняли еще, что можно, даже когда портрет не показываешь, задействуют голоса, которые прямо все равно у всех как бы, ну типа ты его слышишь все время. Ну не, и движение, да, да. Это же круто работает. Ну да, может, если ты много смотришь, узнаешь, но круто, что мы поняли, что можно даже второстепенных героев вводить через, ну как бы известный голос. Интересно, а он себе фильмодрека поставил? Кстати, это было круто, что кастинг-директор трижды предупреждал всех, что их родители не будут. Что они будут просто пятно. И они трижды переспрашивали, что? Им объясняли. Потом они приходили на, а, потом они говорили, да, понял, понял, хорошо. Потом они приходили на съемку и такие, это что вот так будет? Что актер просто не может себе поверить, что можно так вообще сделать. Они дубли не просили, случайно, те, которые заказывают, дубли не просили. Да, кстати, круто было, они, ну как, у меня все хорошо получилось, там реакции. Там просто что-то проплыло такое, просто желтое. Да, полголова, пол лица. Да, нет, на самом деле круто, что все равно, которые просто, ты их три раза объясняешь, а они говорят, понял, приходят, не понял. Это что? Это вот так все? Слушай, чтобы отсечь все-таки разговоры о технике, скажи в двух словах, на чем ты нас снимал, когда они переспрашивают? Мини, мастер праймы и много-много фильтрации. Мастер праймы? Хорошо, тяжелый. Ну да, ну да. Замедление? Фонтон? Фонтон. Это падение воды всегда. А там прямой референс не был? Фонтон? Фонтон? Я не смотрел, но может быть. Это был, был Р3Д, который недавнейшний, без Сталлона, который... Не, я не смотрел, но... Не, вообще, на самом деле, честно скажу, были референсами Антихриста, как бы, к этому всему, и просто мне понравилось, что, в смысле, не визуально, а типа, что, как бы, довольно формально, не знаю, получилось или нет, что была такая штука, что это, короче, каждый вот этот рапид, это как под картины, типа, название главы, просто, картина там. Мишки в лесу, вот есть там, Мишки в лесу, и вот они начались, и вот это точно так же, там, Абенский, его история, и вот рассказывается до его общего плана, потом, там, Лисаева, да, Лисаева, щит, или Син, типа, щит. И это, как бы, просто, что, чтобы человек понимал, что сейчас фокусироваться, кто бы не ходил в кадре, даже если их двое, то фокусируемся в данный, как бы, кусок фильма, мы, ну, как бы, все равно, интонацию мы больше ставим на, там, на агрессив, да, типа, на нее. И это такие, просто, как главы иногда текстом пишут, просто, не знаю, фонтвир пишет глава, там, боль, вот мы такие, просто, глава, Хабенский. Это, как бы, ну, нет такого, какого-то прямо, типа, разделения на главы, я бы назвал это так. Может, я не правился? В начале фильма Хабенский падает в воду, где снималась сцена именно кадр с Хабенским. Прямо в фонтанке? Нет, где он снимает с себя... В водой, в воде, в аквариуме, да. Мы должны были добавить много-много грязи, но потом, почему-то, мы поняли, что это все равно так, типа, как сказать, сказать, ну, не патриотично. Как это правильное слово? Не патриотично. Но неплохо. Я просто белорус, мне все равно. У меня детей у меня. Вот, но... Но вода лодки все равно. Подводы, да, с ракетами. А вы не смотрели? Я, извините, должен рассказать, не могу мне рассказать. Здесь называется «Операция Одесса», кажется. Это документальное кино про то, как в 90-е годы, как тут люди махинации творили. Там просто есть включительный трейлер даже, там есть такой человек, который по-английски, ну, я сейчас по-русски скажу, он такой говорит. И мне звонят эти русские и... А, нет, мне звонят эти американцы и спрашивают, можем ли мы купить подводную лодку, Гарри. Я, говорит, думаю, окей, сейчас перезвоню. Вешаю трубку и потом второй говорит. И тут мне перезванивает, типа, Даня и спрашивает, с ракетами или без? Я просто понял подводную лодку, как просто... Это про 90-е. Вот. С ракетами или без? Да, вот. И что я говорил? А, и мы решили, что просто... Вода. Когда он падает в воду, это... Короче, есть вот этот вопрос. Все равно в любом творчестве все имеет степень утрированности. Не в плохом смысле, а что это все равно не является реальностью как таковой. И как бы... И вот мы решили, что это все равно так утрированно, как он падает в воду, что не надо там рисовать грязь и водоросли. Потому что все равно после такого кадра это не звучит как реалистичная история. Эстетика лучше права. Да. Ну, может быть, где-то среди борются, но мы поняли, что, короче, не надо рисовать эту грязь, потому что все равно он так падал, что это не док-съемка, где, бля, упал в воду. Потом, наверное, плавает в воде. А из этого потом мы вышли довольно рисующейся кривой камерой, благодаря мне. Пару слов можно сказать. Афильм? Афильм. Я только что говорил про фильм. Пару слов о фильм, пожалуйста. Фильтрация. Какая была фильтрация? Отгадайте. Промбист. Мы сказали много. Много, да, вот интересно. Они прогуляли остальные фильтры, они знают только промбист. Ну, а еще какие? Сморфли. Не знаю такого круто. Шутка, не, ну там на самом деле Промбист плюс Сатин. И Сатин всегда, а Промбист не бывает, либо Блэк я менял. В зависимости от тональности сцены. И от портрета. От крупности. Так. А вот скажи, такой есть фильм, который снят такой же примерный амалерик, где ты держишься крупным планом лицо героя, а вот все, что за ним, них там, он размыт. Что у тебя это присутствует? Есть такой фильм «Сын Саула». Ты на него как-то ориентировался, нет? Да, мы его, мне пришло... Короче, как раз мне вот даже, если я не ошибаюсь, мне вот даже Аня сказала посмотреть, когда я начал... И ты до сих пор, у тебя он стоит в списке посмотреть. Нет, я его смотрел еще до этого, но когда я смотрел его до этого, я как бы его смотрел просто как фильм. Вот. Но! Когда я посмотрел его, там как бы там больше... Ну, я согласен, да? Ну, начинается общий план уже. Нет, нет, я сейчас даже не про общий план, там просто другое. Там они все время за ним следуют. Там больше работает вот это, что они преследуют, и что типа все это просто у него в голове, и он просто с ума сходит. Там это вообще суперкруто работает, но там не считая этого, там они все время за ним типа плывут. И это самое крутое, что там есть. Я думаю, если бы это было на Ширик снято, может быть, было так же прикольно, если бы они продолжались за ним следовать. Это я сейчас не обсуждаю, как надо снимать фильм этот. А вообще говорю. Но я его посмотрел просто такое, как бы больше, знаешь, для себя, чтобы перестать нервничать, что в принципе так сделать можно. Реферил ли я его? Нет вообще. Нет, у меня типа реперинансов только советское кино. Как бы, у меня вообще нечет. И честно скажу, 2-3 кадра из Ксавьеда Лана. И честно скажу, и все же Лоренц. И честно скажу, если вы узнаете, откуда первый кадр, с которого начинается фильм, респект вам. Первый кадр? Первый кадр, первый кадр. Там человек едет на мотоцикле. А, сзади девушка. Волосы развиваются. Нижний, да? А? С корейского фильма. Нет. Американский. Хорошо, давайте, кстати, да, из какой школы? Да нет. Точно, да. Потому что французы тоже любили людей всегда. Они не еще, кроме людей противоположного пола, не любят в принципе. Гадар или трюков? Нет, это, короче, Каракс, а только я не помню, как называется фильм. Там есть такая сцена. Ну вы угадаете. Я смотрел в нашем из кадра, и я такой, о, вспомнил. Короче, это Каракс. И кажется, любовники снова Мастай, или что-то такое. И там есть кадр, просто как человек очень долго едет на атоцикле, и это такая сцена освобождения. Вот. И вы поняли потом, что, да, человек, там, труп, который лежит, это и есть та девушка, которая уехала. Загадайте. У тебя четвертая, высшая? Я прошу, четвертая, высшая. Я, правда, мне интересно спросил. Мне 17 лет, и эта материя пока не шла. Слушай, теперь, пожалуйста, формат кадра. Чуть, не знаю, на три раздевать. Чуть, не денешь. Правильно, дело. Четыре на три, потому что еще раз, если ты вспомнишь референсы. Ну, только из сцены. Правильно. Ну, круто. Все советское кино того времени снято по 4 на 3. Процентов 85. Драматургически. А драматургически, это правда, на то, что мы фокусируемся только на человеке, и в квадрат просто крупный план больше владит. И занимает все пространство. Но по факту, как бы, то, что я сейчас говорю, это и было тогда в советское кино, как бы. Ну, все оттуда и вытекает. Просто они фокусировались на людях, все. Вот, как бы, есть просто два слова. Типа фокус на человеке, на героя. Как бы, не на окружении, не на то... Ну, на предлагаемых обстоятельствах. Просто, что такое человек? Что значит быть человеком? Типа, вот такая история. Как ведет себя простой человек, когда он изменяет жену или мужа? Просто на вот этом, а не на интересной завязке, невероятной драме, на том, что там пришельцы прилетают, что-то такое. Я не знаю, как объяснить, но, в принципе, там все работало, ну, грубо, и вот просто мы взяли, и кто-то, можно назвать, украли, переработали, отрефлексировали, отреференсировали. Любое слово. Чудо, не 16 на 9? Ну, если не советское кино, было бы еще уже прям вообще один человек. Ну, справа и слева никого нет. Господи, да. На телефоне удобнее смотреть. Для вас знаете, что с этого посмотреть? Вы смотрели Age Out? Кино такое. Посмотрите Age Out, либо он переводится еще, кто в пятницу родился, называется Friday's Child. Вот, кино снято на 4 на 3, и снято оно режиссер, это монтажер типа Терренса Малека. И вот он снято на 4 на 3, на супер ширик, дикий вообще, просто летающий все время там. Но такой супер трэшечок, типа там тачки, горящие, наркоманы, ну, очень круто. Вот он тоже снял 4 на 3, просто посмотрите, как это тоже может работать. Просто, что это, ну, на самом деле, круто. Age Out, это как возраст Age Out. Да, Age Out. Про беспризорника, которого выпускает из Деско Дома, то, что ему вы смотрят. Ну, и он, типа, это его первые дни, на вот он, типа, выходит в город, и он ничего не знает вообще, он такой просто ходит. Здесь что делать? Да, и там, наоборот, вот этот ширик, ну, 4 на 3. И мне кажется, все-таки сейчас, я не знаю, мне кажется, раньше, типа, как... Короче, вот сейчас мы просто начинаем снимать проект новый, и мы пилот для него... Ну, если важно не говорить. Да. И мы для него пилот сняли 4 на 4 к 3. И он, как бы, всем закатил, но сейчас есть возможность, что мы будем переснимать все. И снова стал вопрос о формате кадра по выборе. Вот. И мы сейчас просто у Скриптонита вышел, там, он перепевает Браво, и там просто он сидит в студии и поет, и это снято на Аноморф 2.40. И я понимаю, что Аноморф уже стал, и 2.40 гораздо более, ну, как сказать, самым, как бы, обычным форматом. Вот во время советского кино было 4 на 3, чем-то таким прям привычным, и 2.40 оказалось чем-то невозможным. Также сейчас 2.40 и Аноморф стало уже настолько привычным, что 4 на 3 выглядит просто безумно. Просто ты просмотришь, такое безумие. А вот там еще стедики на ширике, там вообще-то такое просто, господи, что вообще происходит. И от него теперь, так как мы от этого формата отвыкли, а привыкли к 2.40, есть ощущение, что человек всегда зажат. Типа, в прямом смысле слова, потому что он всегда зажат. Типа, ему всегда не хватает пространства. И мне кажется, это так МОЗ просто работает, что он уже привык к широте, и когда ты отрезаешь, ты его, как бы, сковываешь. Вот. Это, мне кажется, то, что сейчас происходит, вот, с форматом. И, кстати, я не смотрел, но Лига Справедливости снято в 4 на 1, прям. Я не знаю, что это такое. Я не знаю, что это, но это снято в 4 на 3. Он был только приходит и сказал, что с 3 на 3, кто бедят. Режиссерская версия, которая обычно, да? А, он сделал ее в 4 на 3. Респект режиссеру. Я просто, не, я шучу, я просто имею в виду, что надо еще понимать. Короче, это просто хороший пример того, что ты себя спрашиваешь, ты себе говоришь, например, там, сидит убийца. И вот первый образ, который приходит в клише, он крутой. Надо понимать, что это клише, но он где-то работает как клише у Тарантино, который его развивает до офигенного клише. Либо ты можешь им работать с ним, как с тем, что герой ждет от этого. То, что зритель ждет от этого. И, типа, зная это клише, ты можешь на него, типа, рефлексировать и делать что-то совершенно другое. Вот теперь 4 на 3, это просто, ну, как бы, у меня все спрашивают. История про 4 на 3. У меня все спрашивают, почему 4 на 3, и следовательно, это уже вызывает эмоцию. Потому что никто не спросил, блин, почему 2,40. Вообще ни один человек никогда не спросил. Ни у кого. За последние 20 лет. Ну, вот почему 4 на 3, все просто в шоке. А когда мы отдали материал, человек, который отвечает за техническую часть, спросил. Это что вот люди так будут смотреть, у них слева и справа будут черные поля. Мы говорим, да будет он. Реально? Говорим, да. Ну, не знаю. Просто человек просто не может представить вообще просто, как бы. И это круто, значит, это ломает мозг и заставляет тебя думать, как бы, так или иначе, в какую-то толику. Если ты там смотришь много старого кинота, ну, это, наверное, меньше. Если мало, то, наверное, больше. Но все равно это работает, кайфорт. Просто есть какие-то вещи, которые работают. Если ты перевернешь картинку сверху вниз, это будет работать. Человек сразу спросит, зачем. Пока он спросит, зачем ты его там еще чем-нибудь избиешь. Короче, просто надо знать, что банально, и это круто, когда ты понимаешь, что типа это банально, и ты с этим можешь работать. Black Promise ты и сатина. Да, сегодня тоже я бросал, я боялся, что я опоздаю сегодня и бросил файл в фильм «Триторое». Люди стали скачивать, мне присылать скриншот первого кадра. Ну, и первый там какой-то кадр. Какой-то формат старого. Ну, это круто, знаешь, что нужно. Ну, это круто, типа как в треугольнике снять, я не знаю. Ну, если это подходит, ну, я сейчас к примеру говорю, там, просто, да, треугольник снять. Ну, был уж. Ну, как бы, нет, круто, ну, как бы, если тебе это помогает, и ты хочешь, как бы, вызвать вопрос, и это, типа, еще визуально помогает, история, то это круто, как-то. Либо можно, как чувак, снимать на полтос, если ты не хочешь, как бы, на этом акцентируйся и просто там заниматься персонажами, героями, ну, как бы, драматургии. Но это классно и неплохо. Слушай, Коль, скажи, пожалуйста, а вот ты так говоришь, что вы с Аней долго работали вместе, без выходных, сидели и фразу бросил, переписывали сценарий. Насколько ты принял участие в сценарной линии? Тебя слушали? Да. Из вежливости или... Нет, меня слушали прям, меня прям слушали, потому что мы, ну, наверное, потому что я что-то говорю, что интересно, боюсь предположить, ну, дай бог, чтобы так и было. И плюс, как бы, ну, мы поняли, что, чтобы случилось, вот, то, что, о чем она говорит, что хочу, чтобы только трое. Слезать нам надо каждую сцену пройти заново. Потому что текст написался просто как текст, как книжечка. Человек вышел к реке, река, водичка потекла, общачок, птички полетели, перевод фокуса лицов. Ну, а типа, а теперь такой, ага, типа, никого нету, человек вышел к реке. Давайте подумаем. Как бы, каждая сцена, в принципе, просто обсуждалась, типа, вместе с художником. Ну, как бы, мы придумали, на самом деле, у каждой сцены у нас не было, ну, типа, раскадровки были, но не было такого, что там, крупный план, а потом средний. У нас были такие, как бы, референс-кадр. Не, не референс-кадр, а главный кадр, зарисован художником-постановщиком, зарисован в цвете, именно цветовой палитре. Как бы, ну, так, типа, довольно просто, но именно цвет. И у нас было описание, как бы, придумка каждой сцены. Вот, каждая сцена, она была придумана, почему так снять. Типа, я бы назвал это даже смыслово-технически. Вот так бы я назвал. То есть эмоции записывать. Которые даже вызвать картины. Нет, ну, мы обсуждали, да, для чего. Да, и технически тоже. Ну, как бы, я назвал это всесторонне. Но, как бы, каждая сцена почему-то так снята. Не просто потому, что сейчас еще восьмерочку, и надо двоих, и давайте. Перебьемся. Давайте еще покрупнее, на всякий случай. Если на монтаже не хватит. Но, а бы, такого вообще не было. Это было, конечно, это было круто, потому что это был такой, прямо, риск. Знаешь, ну, как бы, для меня, потому что я такой, типа... Ну, как бы, страшно, на самом деле, что ты, вот, сейчас принимаешь решение. И ты понимаешь, что, может быть, здесь надо было еще там снять обратку. И ты, главное, не проблема ее снять. Ну, ты, как бы, себе говоришь, если мы сейчас снимем обратку, то, как бы, завтра мы снимем еще там двадцать общаков, на всякий случай. Двадцать обраток. Да. Давайте там через пять дней мы еще забудем, что мы снимали, как бы. И ты такой, как бы, каждый раз. Но, где-то, кстати, на день пятнадцатый просто полетело. Прямо уже все, мы, как бы, свыклись. Своди не было? Съемочных... Не знаю, дней тридцать пятнадцать, на общем. Воу. Так нормально снимали. Ну, да. А раскатровали, рисовали? Раскатровали, да? После выбора натура. Честно, нет. Прямо... Ну, как бы, до выбора и некоторые сцены, потому что, когда натуру выбрали, типа, перерисовали, там, перераскатровали. Но, в целом, как бы, это, на самом деле, где-то круто, потому что, ты, как бы, идешь от смысла, и ты знаешь, вот, мне тут надо, чтобы вот так работало. И ты уже ищешь локацию, чтобы вот так работало. И ты уже ездишь, и, так говоря, это не подходит просто. Даже, какой бы цвет она там ни была, сколько бы окон, она просто мне подходит. Вот. И вот концепция, к примеру, квартиры была, что нужен полный круг, вот, чтобы пролететь этот круг, там, как бы. И, понятно, искали разные, там, Катина друзья, в конце концов, это самое классное, которое мы нашли. Но смысл был в том, чтобы, типа, можно было сделать абсолютно полный круг, 360, внутри квартир. Чтобы она была вот такой. И она была найдена, потому что вот такой смысл был в этой цели. Что его мир целиком, там, типа, пустой. То есть, правильно понимаешь, что картина, хотя произойдет впечатление малобюджетной, из-за крупности, из-за такой локальности, она совершенно не малобюджетная, она нормально постановочная. То есть, ваше создательное решение интересное. Ну, не было целью снять картину, которая с виду малобюджетная. Нет, понимаю. Но, как бы, и не было мыслью снять, что бабки потрачены не зря. Такого тоже не было. Вот. Просто снимали то, что хотели снять. Я не знал, сколько что стоит, честно скажу. Поэтому. То, что хотели, то и снимали. Вот. Вроде бы получилось. Да. Хочусь интереснее. Интересненько. А в вопросе, актеры не утомлялись, они все время продолжают гулять и гулять. Я тебе просто честно скажу, актеры счастливы. Да. Актеры, чем ближе ты к ним с камеры, вот настоящие актеры, а это просто, чтобы они тебе не говорили, они счастливы. Просто, чем крупнее, просто портрет. А я им просто можем на стоп-кабель, просто смотрю. Я на весь экран. А в октябре это что там, а? Термицы, демец. А еще когда ты свет долго там под них мажешь аккуратненько, они понимают, не спеша там рамочки добавляешь, простыли. Это же они. Просто расплывается. Я абсолютно счастлив. Были абсолютно счастливы. Ну и классно, что они на самом деле старые, в хорошем смысле гвардии, они умеют работать по точкам, они все это понимают. Потому что сейчас много актеров, потому что это же как бы все сочетается зашкварно, что типа там точки, там, вот здесь надо сесть, вот это взять, там надо жить, придумать себе концепцию и существовать в ней. Я документально существую. И они умеют и это, и плюс там могли 30 раз выйти на одну и ту же точку и посмотреть, и как бы они это умеют делать. Потому что молодые ребята сейчас иногда даже не знают, что это такое. И как бы я уверен, что кому-нибудь молодому, наверное, это было бы суперсложно. Как бы суперсложно. Вот. Но им было хорошо. Ну как бы, ну, мне кажется, нет, они сейчас много скажут, там, типа, что желудой еще поднапрягал там чем-нибудь, но в целом, мне кажется, было классно и как бы они не страдали, мне кажется. Да, нет. Нет. При этом, что ты думаешь о старой школе. На самом деле, так оно и есть. Нет, ну да, но они-то умеют. И это на самом деле... Тут еще скажу такую штуку. Если ты точно знаешь, что ты от сцены хочешь, вот драматургенический актер, то по кайфу, когда люди умеют повторять и добиваться в каждом дубле все лучше и лучше. Потому что когда ты, типа, такой режиссер, к примеру, который мы сейчас создадим тут атмосферу, нагоним эмоции, и потом запустим человека с камерой начнет выбирать, а из этого потом порежемся, и это будет круто, я как бы и такое умею делать, но это как бы совсем другое, как бы. А здесь ты точно знаешь, как бы. Ты точно знаешь, что вот тебе надо, чтобы тут сейчас там, я не знаю, там просто человек 30 секунд сидел, смотрел в стол, а потом посмотрел в окно, и в него там ударилась птица. И ты точно знаешь, что тебе нужен такой кадр. Ты как бы уже там его там 3 месяца назад придумал, и ты понял, что он тут необходим. И круто, когда человек это может сделать реально 30 раз. Это очень круто. Как бы это крутая опция, которую лучше иметь, чем не уметь. Не обязательно ей пользоваться, но, короче, круто, когда в доме есть горячая вода, даже если ты ее не включаешь. Просто хорошая плюшка. Вот. Потому что хорошо, когда актеры умеют делать какие-то вещи. Ну, как бы. Я не обязательно ими пользуюсь. Прекрасный, азотивный ряд. Я, это моя любимая. Я вообще люблю приводить примеры из простой жизни. Да что, ребята, они так возбужденно ждали тебя, что поговорить. Что начинают уходить. Мечтай, ну, уходи. Они все уже, что, что могли выяснить. Ну, что? Можно вопрос? Да. Николай, вы уличным освещением на Туре управляли. Я видел там кадры были, например, с трамваем. На фоне были все фонари синие, в отличие от фонарей, которые были там по краям и так далее. Как вообще? У вас много было в баке получается, да? Много было размытия песен. Какими вы управляли, какими нет? Честно скажу... Короче, я не супер люблю страдать из-за света, если я понимаю, что он как бы... Ну, короче, для шоу Урила я не снимаю. Вот я проще скажу. Если вы понимаете, о чем я. Нет, нужно пояснить. Нужно? Да, конечно. Или... Все прям поняли, только я не поняла. Я не понял. А, хорошо, я просто не могу поднять, ты подкалываешь или нет? А я через раз. Да, я не сбился, я считаю. Какой раз сегодня, сейчас вышли. Вот. Нет, я на самом деле, что я... У меня нет такого, знаешь... Короче, я, во-первых, я люблю документальное кино. Вот. И я люблю, когда какой-то кусочек там жизни попал кривенький. Как раньше я слышал в Афгике, говорили, сделай все гениально, потом подойди и пни штатив. И вот это вот чуть-чуть криво, оно и будет как бы классно. И все будут гадать там... Почему-то чуть-чуть... Как будто бы надо чуть-чуть левее снимать. Почему-то правее. И все как бы гадают, почему так. Я так ни разу не делал и не пинал штатив, но слышал такую фразу. Причем, что так гики говорили. Вот. Это типа такое же, что я, в принципе, за... Если я понимаю, что эти фонари не несут какого-то прямо... Короче, драматического смысла или драматургического, то в целом я смотрю, и если меня это не отвлекает, что там просто красное пятно, если бы там было красное пятно, и меня отвлекает, и я на человека не смотрю, а смотрю на пятно, вырубите, разломайте, убейте, расстреляйте. Вот. Но если в целом там 12 зеленых, и один из них синий, и меня не напрягает, пусть классно, пусть будет. Потому что иногда невозможно придумать то, что жизнь придумает. Вот. Чем больше док снимаешь, тем больше понимаешь. Это такая история. Вот. Но в целом мы искали те локации, в которых не супер надо заморачиваться по свету, когда дело касалось вечера-ночью. Плюс, наверное, если бы я снимал общаки, и это было в фокусе, наверное, я бы дольше там думал про уличное освещение. Но в целом я понимал, что пройдет человек на полтосе на 1,3, там вообще, там можно, я не знаю, вся группа может там есть в кадре, и никто не увидит ничего, если они включат себя. Хотя я это ужасно говорю, но на самом деле... Да, как ты не ломаешь, ну, система устроена, выстроена, выстроена. Мы же не предупредили, какая система. Если бы перед входом предупредили, я вообще другое говорил. Ну, короче, я к тому, что ты должен понимать, что, короче, на самом деле... Я смеялся, а ты перешел говорить. Нет, братан, нет, все надо. Что идея такая, что главное, чтобы фильм получился, вот как бы вот этот тип, сверхзадача просто. И если ты понимаешь, что сейчас, к примеру, там, ты же как бы понимаешь, если вы с режиссером типа говорили, что вы с ним от этой сцены хотели бы. И ты знаешь, примерно, да? И вот ты смотришь, что он с актером работает, примерно, да? И не получается. И ты как бы иногда можешь сказать себе, там, пусть сейчас свет будет чуть-чуть похуже, но я дам ему еще три часа на то, чтобы он с актером там страдал, потому что может у него получится, и типа, и фильм будет лучше. Потому что если актер просто не смог, но в хорошем свете, этой сцены не будет, и ты ее снимаешь для Шоу Рилла, вот то, что я говорил. Вот, что... Это такая, я сейчас только вспомнил, что я по-моему Шоу Рилл сказал. Ну, ты ее уже забыл, но сейчас вспомнил. Вот, да. Поэтому лучше, как бы, если ты работаешь на большом проекте, тебе как оператору выгоднее, даже я скажу, если сейчас не говорить, что за искусство, а просто тебе выгоднее, чтобы фильм состоялся, чем ты положишься там в Шоу Рилл 3 кадра. Потому что сейчас, на самом деле, все снимают такой тревел, что получше, чем в кино. Ну, честно. Реально. Сейчас на дронах люди летают там над вулканами, и, клянусь, ни в одном вашем фильме такого не будет, скорее всего, все равно. Вот. Поэтому, как бы, лучше, чтобы сам продукт целиком взорвался, чем там на этом портрете было бы там хорошее, далеке освещение, и фонари ровные были. Если на это тратится полсмены и полбюджета, короче, надо отдавать себе отчет, что сейчас важнее, как бы, типа того. Я в смысле не говорю, забить на свет вообще там, типа. Ну, как бы, типа, как одна команда, как бы. Или если ты понимаешь, что там, типа, ты честно можешь еще рассказать, мы можем сейчас снимать, но, типа, человека не видно. Типа, это не будет в кино. Ну, если тебе надо, давай, типа, ну, потратим там, реально, сори, полтора часа, как бы, и ты просто спокойно это говоришь, и вы тратите это время. Ну, тоже, как бы, страдать ради того, чтобы выстрадать, а потом по факту, к примеру, там у режиссера остался один дубль, это тоже боль. Это, как бы, ну, нехорошее планирование. Вот. Ну, вот такая история. При таких больших, длинных кадрах дублей много было? Ты же сам за камерой ходишь, да? Да, я всегда за камерой. Ну, кроме стадикам. Хотя сейчас вот этот новый проект снимаем на Селиксон. Ну, да, ты же, ты же, ты все, нет? Нет, нет, я про топ-сиди оператором снимаю сейчас, про который я говорил, который четыре к трем. Ну, вот там я хожу за за Комадо и за этим бронем, ну, он просто легкий. Могу и его поднимать. А, Комадо, ты же... Много рейдинга, я слышал, ты ее на эту роль посадил? Да, да, нормальный, да. Еще он поднимает, что нормально идет. Ну, и объектив мастер-плай, правильно, да? Нет, стандартно. Мы же собрали Войтлендеры 0.95, сейчас все снимаем на 0.95. Я решил вот сейчас сойти с ума. Не сам сойти с ума, нас везти, и с фокусниками, да? Не исключено. Фокусник там вообще просто сказал, что требует 50 тысяч за смену. В час. И молоко просто. И эфиры, и чтобы угладили, и кровать с котом. Чтобы не снимать с ума такого. Кстати, была история, ссори, я сейчас расскажу, это просто очень смешно. Короче, просто там снимается такой просто там налет дичайший на 0.95, в полной темноте там, с таким проворотом, и мы выходим просто на глаза. Я такой думаю, гениально был фокус, реально, сняли. И кто-то за плейбэком просто говорит, мне кажется, там чуть-чуть фокуса не было. И просто надо было фокус пулера видеть. Я думал, что он подбежит, и колотуха его просто заколотит до смерти. Может, ты понял, что лучше вообще никто никогда не сделает. И бог лично помог, чтобы это так снялось. Просто говорит, кажется, там чуть-чуть. Просто фокус пулера. Что ты сказал? Просто, чтобы вот так было. Вот типа вот такую. Это было очень круто. Поэтому, да, вот сейчас я на 0.95 снимаю. Опять 4 к 3, опять у нас диками. Ну сам. Вот. И... О чем мы говорили? Ну, о чем мы только не говорили. Дубли, дубли. А, дубли, точно. Дубли было, я считаю, относительно мало, потому что, Аня уже со всеми, кроме Юли, работала. А она... Вообще работала? Репетировал до этого. Не-не-не, я работал уже в других фильмах. Ну, да-да-да-да. У них уже есть общий язык, потому что очень много времени, на самом деле, тратится поначалу, чтобы режиссер с актерами нашли тот, мне кажется, даже вокабуляр, на котором они разговаривают. Потому что поначалу, когда он объясняет, там, к примеру, сцену, он тратит 2 часа. На 15-й смене он тратит, там, 5 минут. Хотя, на самом деле, объясняет ровно то же самое. Просто тратится времени, как и у вас, там, наверное, там, с механиком первый день, наверное, он там настраивает камеру, вы там кричите, это происходит 2 часа. На 15-й день съемок, это 5 минут. И механик уже приезжает с собранной камеры. Чего еще? Чтобы не напрягаться. Вот. И такая же тема, что она уже работала с двумя из трех. Круто. У них там общий язык уже с полуслова. С Юлей они довольно быстро нашли общий язык. И, в принципе, круто, что Аня, в принципе... Короче, есть такая тема, когда режиссер знает, что он хочет от сцены. Потому что очень часто бывает, что люди ищут, тоже неплохо, что являются стилем. И, наверное, чем ты моложе, тем ты больше ищешь. И это нормально. Ты ищешь свой язык, как бы, это нормально. Ну, ты для того занимаешься чем-то, чтобы пробовать искать. Ну, конечно, как бы, Аня уже четко знала, вот, что ей... От этой сцены ей надо вот так. И она сразу приходила, они уже начинали делать это. И только, скажем так, отстачивая. Не было такого... Нет, была одна сцена всего, где вот прям, ну, такие сели, и так далее. Это не работает. И перепридумали сцену. Такое было там один раз в полсминута. Все остальное, как бы, уже вот то, что было на дому, мы приходили. И, ну, как бы, уже там нащупываешь, но это внутри того, что ты знаешь, как бы. И это было, ну, довольно комфортно, удобно, и ребята сразу знали, что им делать я про актеров. Ну, кончили 5-6 дублей, и то, наверное, если бы подгоняло время, наверное, с третьего уже точно было снято. Я так скажу, что там два еще там попробуем другой краски. Как бы, это было уже такое, что зафиксировано, и попробуем еще две разные краски на всякий случай. Типа, это было вот так. Ну, прям там, можно сказать, там по три дубля было. Где-то. И не было такого, знаете, еще, потому что, наверное, кстати, потому что мы уже так уже дико было, то, что мы не снимаем вообще кинем людей, что мы уже, наверное, были точно уверены, и уж тем более, как бы от того, что хотя бы от актеров не было такого, ну, давайте еще время осталось, давайте попробуем. Вот это уже не было вообще такого. Не, мы просто приходили, снимали. Я не то, что нам было пофигу, а в то, что точно уже знали, что, точно это делали. Еще там полчаса легкие эксперименты, и все. Сворачивались, ехали. То есть даже раньше заканчивали, наверное? Было такие, да. Когда раньше заканчивали. Потому что ее хорошо. Да. Кстати, классная тема вообще, это просто любовь. Раньше закончили, даже на полчаса, люди просто, у них вот такие болты, они просто счастливы все, вся группа просто счастливы. А это просто вообще невероятно. Хотя это полчаса всего. Это, кстати, крутая тема, запланировать на 10 часов, но никому не сказать. Поставить 12, снять за 10. Я вот так тоже там позавчера снял, все были просто счастливы. Если бы я сразу прислал смену на 10, все бы такие, блин, 10-20 работали, говно. Тогда присылаешь 12, все-таки, вау, 10 часов, гениально. Просто каинь. Просто реально работает. Ну, все реально счастливы. Слушай, Коль, пока студенты захлеб молчат, давай скажи два слова. Мне очень нравится, что ты очень часто поминаешь работу в документальном кино. Да. Насколько ты считаешь, что справедливо, я с тобой согласен, сразу скажу, работа оператора игрового кино близка и нужна иметь вливание, поддержку инъекций документального. Два слова поговори, я об этом чуть-чуть просто не могу. Есть опасность, что не два слова. Любимая тема просто я уже так. Ну, я отлично, прекрасно. Прекрасно. Шутка. Ну, короче, документальное кино, во-первых, круто тем, что ты на самом деле снимаю документальное кино, на третьем фильме понимаешь, что ты боишься людей, на самом деле. Почти все боятся людей. И ты на самом деле снимаешь то, что тебе кажется, ты знаешь про людей. Чаще всего. Это касается режиссеров то же самое. Это касается всех людей, в принципе. И только, как говорит Марина Александровна и Саша раньше говорил, ну, Разбежкин и Растрогуев, они говорят, что надо полюбить героя. Что даже если он казнил человека и расстрелял ребенка, ты должен его полюбить, чтобы его понять. Без этого ты не можешь снять хорошее документальное кино, которое, ну, типа, крутое. Типа, в смысле, ты можешь снять там какое-нибудь там. Одна голова говорит, вторая говорит, третья говорит, и вот это кино. Если ты снимаешь документальное кино, ты должен полюбить герой, даже если ты его ненавидишь, и он тебе омерзителен. Как бы, и это нормально. Как бы, тебе надо просто принять этого человека в себя, и ты начинаешь понимать, типа, поняв его, ты начинаешь понимать, что тебе надо снимать. Потому что снимать-то можно все, что хочешь. На самом деле, ты приходишь, ты можешь все, что хочешь. Но когда ты понимаешь, что это за человек, у тебя возникает внутри тебя к нему, там, нравится, не нравится, вот это странно. И ты вдруг понимаешь, что, типа, ты просто снимаешь под человека, который тебе кажется очень странным. И, приходя, снимая его, ты начинаешь снимать то, что очень странно. Ты получаешь, как бы, этот акцент, окраску. Потому что, если ты просто пришел снимать док, ты такой, этот кадр похож на, да ладно, а этот еще. Так, общак надо, обычно, что там снимают? Со штатива, наверное. А тут ты просто заходишь, и ты знаешь, что тебе надо. Типа того. Ну, не знаешь, но ты ищешь в направлении уже, хотя бы ты знаешь, в какое направление тебе надо. Вот. И, ты вдруг понимаешь, что, в принципе, надо любить человека, иметь с ним коннект. Может, любить слово плохое, ну, как бы, странное, стрёмное, или зашкварное, ну, надо иметь коннект с человеком, чтобы понимать, как тебе его снять. Как бы, просто, как художники рисовали, человек, вот они там рисовали королев, и у них были огромные планы. Они их рисовали, потому что королеву там все должны полюбить, все должны восхититься таким нарядом, которого ни у кого нет, и никто не видел вообще в жизни. Даже интернета не было. Все приходили просто такие, ого, великолепно. И все, вот это чувство. Потому что королева им заказывала, что хочу, чтобы это было великолепно. И люди получали это чувство, потому что платье невероятно. и точно так же ты приходишь, и ты такой понимаешь, я не знаю, ты снимаешь там про какого-нибудь наркомана, рейвера, и у тебя есть к этому отношение. Либо ты это понимаешь, это твое, и ты прям шаришь про это. И ты как бы имеешь это как фактуру, к примеру, что он наркоман и рейвер. Но хочешь подчеркнуть, что он тоже человек, и у него есть мама. И тогда ты накапливаешь вот этого там, такого хардкорчика, и приводишь его к матери, снимаешь на штатив, потому что понимаешь, что это другой мир, и он тоже есть. Либо ты, к примеру, ни разу не видел ни рейва, ни наркотиков, и ты снимаешь это как что-то невероятное. И вот от этого ты получаешь интенсию, но чтобы понять, что ты по этому поводу думаешь, тебе надо как бы с героем соприкоснуться. И я клянусь, что это суперсложно. Это вообще невероятно. Потому что ты как бы всегда снимаешь, пока не соприкнулся с героем, свои как бы рефлексию по поводу темы, а не человека. Ты как бы не можешь человека снять, пока ты с ним не соприкоснулся. Потому что ты как бы снимая наркомана, ты пытаешься вспомнить, как снимался фильм «Реквиум по мечте». Потому что это то, что ты смотрел про наркомана, и ты снимаешь человека, и ты даже не понимаешь, что это живой человек. Ты не знаешь, что там иногда, как его зовут даже. Ты такой, класс, кадр из «Реквиума». Ну типа. А там, блин, живой человек, и он всегда интереснее, чем все. Короче, жизнь всегда интереснее, чем то, что ты знал. Вот. И это на самом деле тебе супер дает. И плюс это на начальных этапах помогает тебе с тем, что ты вдруг в Доке снимаешь что-то такое, что ты понимаешь, вау, это было по-настоящему круто, и ты понимаешь, что у тебя не было ни света, ни команды, ни звука, ничего не было. Ты вот просто с фотиком, и ты понимаешь, это реально было круто, и это работает. Потому что, моя подруга, которая училась у Разбешкина, сняла кадр, это было супер круто, у нее есть такое задание одним планом. И она просто сняла, просто потрясающе было. Короче, такой общий план ночью, и там что-то ездит, автобус, там какая-то сзади стройка, все-таки гремит, все так выглядит, медитативно и просто. И ты такой смотришь, и начинаешь уже такой думать, ммм, да, что-то в этом есть, и все долго вот смотреть, медитируть. И вдруг ты понимаешь, что на переднем плане, вот прям перед камерой, открытый люк посреди трассы, и просто на 15-ю минуту, ну ладно, не на 15, ну на 5-й минуту этого уже, когда ты смотришь, уже там просто телефон листаешь, подумал о том, как день прошел, и такая просто, Олег Арктиков, и просто вылазит голова рабочего из люка. Бля, не там вылез. Просто лазил. Ты такой, твою мать, это было супер круто. И ты вдруг понимаешь, что если, ты вдруг понимаешь, как оператор, что если что-то долго длить, то потом можно шокировать. Или потом можно поменять интонацию. И ты это можешь понять, как бы тебе не надо ни свет, ни там, ну ничего не надо. Ты можешь пойти, и это увидеть, и главное, ты можешь понять физически, что это работает. Не прочитать где-то там в книге, которую там, или там посмотреть YouTube-канал, там где какой-то один опирает, обрету интервью второго, и тот рассказывает, что вот они в Африке, ты такой послушал и пошел дальше есть картошка. Вот, а тут ты как бы это берешь, ты это сделал, и ты как бы знаешь, что это работает. И это типа твое знание. И это совсем другое, чем знание. Вот есть знание, а есть твое знание. Это две разных вещи. Да. Возвращаясь к Трою, хотя бы спросите. Почему картошку? Из Беларуси. Беларуси. Драники. Именно именно к фильму Трою, там несколько раз вот именно очень ярко и явно сбивается ритм в фильм. Только погрузился в историю, начинаешь в ней жить, играть, привыкаешь к 4 на 3, к этой всей истории. И тут бам! То есть ломается история, когда у него начинается, он начинает косячить с этим рэпером, Кабенский. И вот это тоже отвлекается, ритм прям сбивается в фильм. А второй момент, когда они уже тоже-тоже расслабованы-расслабованы, в фильме история прям течет. И бам, они попадают в пробку. Вот это вот сразу резко остановились. Скажите, это вот ваше предпринесение или это милитьян? То есть вот, когда вы про рабочую рассказывали, что он разом из люка улез, ритм сбился. Слушай, я точно помню, что... На самом деле, там еще три, вот третий. Я честно скажу, мне... Короче, ладно, я не буду. Есть один, который мне нравится. Вот пробка, мне он супер нравится. Сбивка? Да, сбивка. И она должна была сместить, как бы... Это такое, знаешь, это как, типа вот идет круг, и есть точка невозврата, когда ты, типа, назад уже не отказишься и началась вся новая, как, типа, там... Вот есть новая, как бы, что внутри, до того, как произошло вот это, люди, как бы, могли еще, поговорив, решить. Но, как бы, дойдя до какой-то черты, когда ты, там, я не знаю, думаешь, там, про другую девушку, но не изменяешь еще, это тот момент, когда еще можно, там, со своей женой, к примеру, решить. Ну, вот есть точка невозврата, когда ты, к примеру, уже переспал. Как бы, можно еще решить, но сложнее уже гораздо. И это вот таких три вещи, и там третья у него, вот, с пробкой мне супер нравится, с... с рэпером я там по себе недоволен, и, в принципе, мне почему-то не так нравится. А еще есть третья, где он кричит в камеру, в какой-то закусочной. Да-да-да. Вот, это такая же тоже третья точка. Вот. А она мне, почему-то, из всех трех меньше все нравится. Вот, но они были... Мы... Как бы... Я сейчас вдруг скажу, мое. А сейчас позвонит Аня, скажу, что ты там охренел. Я к тому, что это шутка, я не помню, честно, но мы обсуждали, что там это надо. Что там эти вот, как бы, рэперные точки, они там нужны. Кто-то придумал, ну, как бы, там, сериально говорили, придумали все, и записывали, и потом обсуждали. У нас была еще такая тема, мы там сначала посчитали сценарий, там, кто-то сказал, что ему супер нравится, что-то, что ему супер не нравится. Прочитали еще раз. И мы вот так все время перечитывали, там, я не знаю, там, раз сто, мне кажется, потом раскадровки пересмотрели, раз сто, и мы просто, как бы, типа, о, подходит, выкинули, не, давайте вернем, как бы, там вот вспомнились, кто что придумал. Такая вот, там была супер коллективная, на самом деле, в хорошем смысле, но то, что там запланированно сбивается элитом, да, он там запланированно сбивается. Это было, эта интенция была изначально. На придумке, а не случайно. Из дока как-то взято и вот туда встану. Может быть, я уже не знаю, что откуда взято, но документальное кино является частью моего сознания, наверное, 50% всего берется из чего-то, что я видел в документалке либо в жизни. Ну, как бы, да. Думал ли я, что надо что-то придумать из дока, чтобы сбить? Нет. Такого не будет. Ну, где-то там специально держатся длительности. Короче, вот длительности, я супер люблю работать с длительностью, потому что, ну, документальное кино это один из немногих приемов, которые доступны. Длительность, а еще есть одна невероятная вещь. Раскрытие сцен. Это просто невероятно. Вот просто... Хороший, впечатлился. Раскрытие сцен звучит да, вот смотрите, вот если вы посмотрите, вот это то, чем научился управлять Лешерхом Хаджаев. Вот это его главный прием. Я вам сразу говорю, там, говорил он или нет, я уверен в этом. И он взял это из дока. Если вы посмотрите, там, 3-4 его первых фильма, вы поймете, откуда человек это взял. Это просто невероятно видно. Он... Его главный прием, это не в плохом смысле, что это технический прием, что человек придумал и пользуется им, что он, как бы, так видит. Вот, как бы, вот, знаете, это его язык, типа, его там, типа, благодаря... Он все время снимает, вот в вас, там, да, к примеру, минут 5. Вот люди, там, кивают, говорят, говорят, говорят. Вдруг он, наверное, заворачивается, через 5 минут, а тут мертвая овца, типа, овца лежит. И ты, как бы, мозгом перестраиваешь то, что ты видел. Не было кадра, что люди, овца. А было ощущение в голове, что все это время я смотрел на людей, которые, оказывается, смотрели на мертвую овцу. И ты, как бы, потому что сначала ты просто, прикольно, люди. И ты, как бы, думаешь одно, а потом внутри этого одного перестраиваешься на другое. И вот это круто работает. Вот это прием, как бы. Это прием влияния на зрителя. Это прям прием, как, я не знаю, там, просто снимают супер общак и долбануют сверх крупный. Просто это бьет человека, просто всегда. Как, я не знаю, как на звуке, в фильмах ужасов, там, делают резкие звуки. Типа, прием. Это работает на эмоцию, какая бы она ни была. И вот это открытие сцены, это очень такой аккуратный и сложный прием. И чем сложнее прием и лучше он встроен, тем сильнее и точнее и глубже он работает. Иначе записываю, спасибо. Вот, поэтому там, на самом деле, как бы, вот у каждого ты, как бы, чем больше ты практикуешь, тем больше ты начинаешь понимать, с какими приемами тебе интереснее работать. Точнее, потому что у каждого все равно, как бы, тебя будет направлено. Ты сейчас, как бы, все смотришь, на через, там, пять лет у тебя будет какая-то, там, тебя будут знать, как человек, я не знаю, который там, невероятно снимает просто, там, природу так, что все там просто, просто хотят окунуться в мир в этом. Плюс ты еще хорошо снимаешь, там, то и то, и то. Но в целом, каждый человек, типа, вот, стиль в этом и есть, что этот человек известен за вот это. Как бы, это нормально, что ты вот, и, короче, в Доке очень просто искать какие-то вещи, потому что, ты на самом деле пришел, снял, посмотрел, ты такой, прикольно, либо, ой, не прикольно, тебе не надо страдать полгода, с реверсером, чтобы потом заказать список, который тебя обрежет наполовину, потом две смены перенесется, одна локация слетит, оказывается, что вы уже выбились из бюджета, один актер заболел, шмотки не приехали, все по цветам другое, гаффер пьяный, половина приборов не включается, и ты помнишь, я этого полгода ждал, и, типа, окей, как бы, ну ладно. но у вас все будет по-другому, я имею ввиду, как бы, круто учиться докам, потому что затраты, ну, как бы, в прямом смысле, как бы, и ты, как бы, считаю, тебя, если ты не вмешиваешься в людей, то это очень хорошие актеры всегда, они реально живые, чего всегда от актеров и добиваются, на самом деле, жизни, они уже жукой, ты их снимаешь, они уже живые, но если ты, как бы, не супер вмешиваешься в пространстве, это называется зона змеи, размешка на это, посмотрите, если не знаете, что это такое, зона змеи, у каждого человека есть зона змеи, это зона твоего комфорта, я не могу сейчас сесть к тебе на колени, скорее всего, ты почувствуешь себя некомфортно, это твоя зона змеи, это твоя зона змеи, вот, поэтому, такая история, Я норм, вот, ну я к тому, что это такая интересная история, ты должен учиться понимать, где у каждого человека, у героя есть его зона змеи, как бы куда-то заступать, ну, типа можешь но только разбежкина считает что пока ты на эту змею не наступил ты слабак не это выход из комфорта нет зона змеи это как раз та зона куда человек не пустит никогда и что ты можешь только спугнуть а ты всегда поймешь ты снимаешь человек тебя укусит всегда и ты поймешь что а я перешел на самом деле иногда это можно делать когда ты понимаешь что тебе надо получить от человека от героя другую краску иногда ты реально можешь поссориться с актером это плохо но ты можешь делать здесь тебе как бежен если он душ когда ты хочешь чтобы он был супер злой теряем делать что-то неприятное он реально у него окраска умирать просто злой хотя он злой на режиссера который чему ну в кадре никто не знает психотерапия конечно ленда все психотерапии вы сидите он там кто-то спит уже можете все зоны змеи занимаются студентами и всех набежали они потом через два года когда заканчивают ах вот что приходит уже а какие у вас не интересно можно у вас прошу сейчас главные проблемы с которыми вы сталкиваетесь вот сейчас вот как интересные сочно послушать нет а еще что давайте у кого есть проблемы с коммуникациям и с режиссером вот из вас это подняли руки недовольно распространен не 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 раз стали снимать их первая работа сама а у некоторых ребят еще не было нет а я понял а еще какие вам надо всем ехать я могу на самом деле попрощаться на самом деле тоже есть вопрос который предвосхищает твой вопрос к нам ты говоришь что не очень любишь вымучилась кадр плане цвет принципе я очень не люблю я не очень люблю вымучивать чтобы то ни было это касается даже моего отношения к жизни это никак это не только просвета не считаю что свет это не так важно как режиссура не все важно просто я важно важно расставлять акценты того что по-настоящему важно типа как знаешь если завтра вставать 6 утра очень важно не бухать и лечь раньше но еще там еще миллион других вещей тоже важно но по факту ты просто как бы должен понять то как бы что если тебе вот как бы если принял там тебе приходит режиссер да и говорит я хочу снять вот кино и оказывается потом что это кино фильм с саулов вот я говорю что лучше больше денег потратить на стадикам щека хорошего чем на свет если не может потратить на то и на то потому что вот эти игры просто иногда уже работали с дикам чего без люди которым ты просто ты хочется оторвать этот стадикам просто этим стадикам убить его и потом бежать с ним и снимать самому просто не можешь человеку объяснить как бы что типа вот я к нему верю там просто следует за человеком обязательно спину в конце я должен вывернуться и говорит давайте просто порепетируй что сейчас ребенок и почувствуешь как бы мы сразу скажу нет мне эти все время в спину и ты понимаешь что человек как бы знает три приема и ему надо сказать либо мы надо приклеить точку здесь вот фильм соула с таким оператором стадикама не снять просто вообще не снять сколько бы денег не было на свет и скорее всего получится плохо и ты как бы должен понять то что на самом деле почти всегда денег не хватает я уверен что даже у герман старший который 12 лет снимал и делал 600 репетиции на пленку попрошу секундочку внимание на пленку репетиции потому что катушек у него я уверен тоже на что-то не хватало денег просто должен понять что типа ну понимаешь что типа это важно а это в принципе я бы круто чтобы было но в целом ну типа вот такая идея а что еще смотри просто вопрос про искусство внутри искусства то есть там большое произведение на фильм и хочется рассматривать каждый кадр как отдельная тоже идеале до произведения просто мне кажется где-то грань когда это становится проходным кадром это хороший вопрос тут ты сам себе центр да я тебе советую в принципе то что тебя потом будет позорить не снимать но советую делать это честно прям говорите режиссеру что чувак ссори это просто ну там чуих или как бы это не вот я как бы я реально ну как бы типа я не буду спать если так случится реально там я сойду с ума мне надо там ходить будет психотерапевта есть вот это вот так встанет в фильм и на самом деле человек когда ты можешь поймет но если ты как бы конечно главное просто честно говорить просто на самом деле как бы она первые там разы всегда как-то типа странные неприятно но потом как бы находите вообще язык что если человек я услышу что это прямо зашквар и другом позор она либо он тоже хочет чтобы это было хорошим если она понимаешь к примеру там звук такой плохой что не будет слышно человека на что же звук они все расскажут так поняла главное объяснить что как бы ну это уже как бы через край но если ты понимаешь что сейчас как бы ну короче вот это вот грани как бы но еще сразу скажу я очень рекомендую не пытаться сделать каждый кадр меня надо на самом деле понять ключевые кадры и как бы чем у тебя выше как будто темно ты тем круче эти амплитуды как и арка героев иногда не должны быть скучно и иногда они как в этом большой любовь к не должны сидеть и курить просто и тупить чтобы потом следующая сцена сработала точно так же в кадрах и как бы должен понимать что здесь вот это просто должно убить человек но если в каждом кадре 50 минут бывшего шокирует человека шокирует только что что ты не шокируешь удачу что он уже настолько привыкнет как ты рекламы смотришь на самом деле рекламы смотришь это либо сбербанк либо там тачка какая-то сейчас либо вольво либо сбер ты даже там а там же на самом деле есть разобраться там ну теперь они стараются очень сильно как бы по факту это уже так на одной ноте правильно и круто что ты смотришь вот поэтому на самом деле лучше но это все короче есть такая штука что бы невозможно это без диалога с режиссером понять потому что как бы вопрос такое что может быть даже ты как оператор либо там художник поставщик либо актер придумал в 10 раз лучше такой может быть но режиссер у него все равно есть концепция и он все равно делать свое и если ты не знаешь что он хочет делать тут ему помочь не может только мешать не только ты я меду актер там ленина хлопушка кто бы то ни был как бы в принципе по факту надо изначально обсудить чего вы хотите этого фильма принять это как факт и все помогает тогда чтобы именно вот это случилось там вот как фильм пыль я вот уверен там просто прям случилось реально круто вообще как бы если там человек пытался бы эти кадры там просто выставить то это бы точно даже мне кажется до конца бы не сняли началась бы драка на 30 дней и все я к примеру говорю я не говорю что надо снимать как пыль там плохо специально я говорю что надо понять вместе еще лучше до съемок гораздо до съемок чего вы вообще на самом деле хотите вдруг там просто иногда оказывается что человек там 15 дней снимает и иногда типа там актер говорит ой я думаю что мы снимаем драму и режиссер говорит не комедия реально такое бывает просто вы сейчас меняете такое реально бывает это как бы ну а вы вообще должны в принципе знать что вы там хочу чтоб человек в конце плакал либо хочу чтобы человек вышел из зала и обнял свою дочь это типа это задачи это нормально типа ну как бы это разные задачи и тебе кажется что лучше чтобы обнял дочь второму кажется чтоб лучшим героином Там Тима кольнулся третьему, чтобы что-то еще. Но вы должны, чтобы у вас эта идея была одной. Все. Тогда будет гораздо круче, чем в любом другом варианте. Даже если будет плохой цвет, плохая драматургия. Иногда бывает, что даже драматургия плохая. Но, к примеру, актер настолько вывозит, потому что он знает, что ему делать. Не потому что он просто хороший актер. На самом деле, актеру он всегда... Вот не даст собрать человек, актеру он как бы... Пока ему не скажешь, что делать, он как бы просто... Во все стороны. Просто через три секунды ровно он такой... Как бы из него просто прет все. И как бы ему нужен человек, который скажет... Очень круто, но тут надо молчать, потому что... Ты сейчас думаешь о том, что произошло в предыдущей сцене. И что бы он не хотел сделать, ему надо реально сесть и курить. Просто ничего больше. И пока и режиссер не сказал ему это... Не то, что он глупый. Это как бы не вопрос, что режиссер должен быть умнее всех. Вопрос в том, что все должны договориться и делать одну вещь. Лебедь, рак и щука. Шах и мат. А если не договорились, лучше не работать? А? Если не договорились, лучше не работать? Да слушай, блин, нет. На самом деле, лучше всегда сделать и поплакать о том, что получилось плохо, чем... Ждать идеального проекта, потому что я вот лично, я отказывался там... До того, как снял первый полный метр, я отказался там от 20. И сейчас понимаю, что любой первый блин ком, он просто... Ну, как бы, все равно, даже если он гениально выстрелил, он все равно комом. Чем быстрее ты, как бы, прострадал, даже если с любовью он прострадал, тем лучше. Потому что все равно, как бы, ты не сможешь... Ну, не знаю, наверное, есть там Линч, который там снял Головоластик, но это только подтверждает там... Ну, как бы, реально, там, есть 10 хороших фильмов. Про оператору говори. Не надо про режиссеру, про оператору приводить примеры. Ну, я не знаю, ну, кто первый фильм снял хороший. Нет, хорошие, нет. Пожди, ну что, а как ты можешь обсудить, хорошо ли оператор снял, если фильм прям говно? Так же нельзя, тут же. Тут же все-таки это общее, что-то. Поэтому я к тому, что это, как бы, невозможно... Ну, короче, лучше, ну, если вы прям чувствуете, что у вас хейт, лучше, как бы, жизнь друг другу не портит. Хейт, ненависть. Да, прям такая злоба дикая, как бы, либо ее проговорить сразу. Ну, короче, все можно проговорить, наверное, и можно просто в конце, ну, как бы, решить проблему хейта и понять, что, честно, по-взрослому, типа, да, очень круто, респект, но мы точно в разные стороны смотрим. Это вообще супер норм, как бы. Вы потом поймете, когда начнется работать, просто есть люди, ты общаешься с человеком и такой, респект к чуваку, но, как бы, мы смотрим абсолютно в разные... Типа, то, что интересует его, меня не... Я даже не... Есть такие вещи, знаете, я иногда, типа, настолько далек от темы, вот, к примеру, кантри-музыка. Я думаю, у меня нет никакого суждения. Вот я настолько от этого далек, что у меня даже суждений нет. Я, как бы, включу кантри-музыку, я просто... Я даже не знаю, что сказать. Настолько я от этого далек. А есть люди, которые любят, и для них это жизнь. Скорее всего, они кино про кантри с него лучше, чем я. Я почти уверен. Реально, вот я, ну, да, на 99% уверен. Почему-то я не знаю, но мне так кажется. Потому что я, как бы, в принципе, мне на это плевать. И, наверное, я буду себя так и вести. Наверное, мне будет плевать, скорее всего. Вот, это такая какая-то штука. Всё равно надо быть подключённым. Если вы понимаете, что вы, как бы, не сможете, то лучше проговорить, но не выстрадывать до конца. А если, как бы, вы волнуетесь, что это может не получиться, то это ещё другой вопрос. Ни у кого не получится, я сразу скажу. Открываю секрет. Вот. Но вы зато из знания приобретёте своё знание. Как бы, и это вообще-то всё меняет. На самом деле, вы только пользуетесь своим знанием. По факту, вы, как бы, каждый раз делая что-то, вы пытаетесь применить то, что вы услышали, и понять, это подходит вам или нет. Как только вы это попробовали. Конечно, все, там, знаете, хотят снять на девятый объектив. Всем кажется, что это круто. Все? Да. Но пока вы на него не снимете, вы не узнаете, подходит ли это вам и ваше ли это знание. Вы можете снять и сказать, типа, крутая штука, но вообще не моя тема. Класс, но не моя. И тогда вы уже будете точно знать, что, типа, обсуждая фильм, вы не будете снимать на девятку, в принципе. А пока вы не попробовали, вы такие, ой, может на девяточку снять всё-таки. Идеально, может на девяточку. Вот. И лучше, конечно, пробовать, чем быстрее попробовать, тем круче будет. Наверное, по факту. Но если прям, вот, там, я не знаю, ты так киваешь, чтобы быть, у тебя там боль какая-то, да? Да нет, ну так. Ну просто, короче, если ты там, прямо, если там, ты приходишь и расчесываешь, руки, и оттуда вылезать тараканы, то, наверное, лучше, как минимум, поговорить про это с режиссером, или с кем у тебя трабы, с режиссером? Не, в смысле, не говори, кто я просто с режиссером. Ну, короче, если ты прям вообще, там, как бы, тебя потрясывает прям. Да нет, просто есть моменты, что ты знаешь, что ты можешь сделать хорошо, а тебе подходит и говорят, нет, нам нужно сделать плохо. Плохо в твоём понимании? Плохо по всем фронтам тебе подходит. Говорят, слишком красивый свет, так в жизни не бывает. Ну, то есть. Ну, это правда может быть. Это может быть правдой. Или давай возьмём и снимем на плохую камеру там, хэнди кам какой-нибудь. Я вот сейчас снимал на хэнди кам. Всё подходит для чего-то. Нет, 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 вот тут вот главное понять, что я вот сейчас снимаю, специально снял два кадра, один снял на, типа, супер, такой выстроенный, с красивым светом на плёнку, а потом выключил свет и то же самое снял на VHS. Потому что я хочу, чтобы это сработало, как, типа, пинок, и мне этот VHS очень нужен. Вопрос, вы обсудили, что хотите хорошо, и тебе кажется, что плохо? Или вы не обсуждали, как вы хотите, и теперь тебе кажется, что плохо? Это кардинальный вопрос. Нет, мы обсуждали, просто там включается философия, что как будто хэнди кам, он по-другому живёт. То есть, ну, ты понимаешь? Короче, я тут, вот тут вопрос. Нельзя сказать, что хэнди кам, это плохо. Вопрос, подходит ли он сюда. Он должен работать. Да. Если просто, типа, что-то странное, давайте снимем хэнди кам, это стрёмно и странно вдруг. Но с другой стороны, я тебе скажу, что все, в принципе, вначале не уверены, и все пробуют. И тебе я тоже советую пробовать. Если ты видишь, что режиссер пробует, ты волен точно ещё пробовать. Потому что на самом деле, вы сейчас снимаете не кино, а вы нарабатываете. Рука-часы, чтобы понять себя. Потому что вот, когда ты будешь снимать свой третий полный метр, тебе будет гораздо страшнее попробовать, чем сейчас. Это сто процентов. Взяли? Нет, это моя реплика, я ему говорю про пятый. Да, да, да. Чтобы ты уже потом как бы не рискнёшь, потому что тебя уже позвали, позвали за большой бабл его, чтобы ты сделал именно это. А тебя это просили. А ты, на самом деле, может, не хотел так снимать никогда. И это очень важно, потому что важнее, лучше сейчас, не буду ругаться, но обделаться, но точно понять, что я попробовал, не моё. Либо там, ну испортить чужой фильм, это горит мне. Но, короче, лучше поэкспериментируй сейчас. Чем раньше, тем менее болезненно. Это точно абсолютно. Потому что потом есть люди, которые, вот я сейчас вижу людей, которые мне там под пьянку, честно рассказывают, что они ни разу не делали то, чего бы они хотели сделать, потому что когда-то они сделали так, как их просили, и теперь их эксплуатируют это, что они умеют делать, уже там 20-й год. И они за это получают деньги, подсели на эту там, типа, денежную иглу, там типа, и на этот, как бы, образ жизни, но на самом деле они вообще никогда такое не хотели. И это как бы супер принципиально, потому что на самом деле ты живешь, не можешь стать оператором, чтобы прожить классную жизнь. В конце концов, даже если ты хочешь быть оператором, и это сама цель. И если ты будешь страдать, но быть крутым оператором, это будет, ну, как бы, закончиться чем-то... Не, ты понимаешь, почему я сейчас скажу, на порте чужой фильм тоже, да, это, кажется, это тоже, я, грань, какие-то, не надо... Эксперимент, который он говорит, и который многие режиссеры хотят услышать и увидеть на площадке сразу, иногда переходит грань технической дозволенности изображения. Какой есть тоже? Я вам скажу, почему это происходит. Ну, мы на самом деле должны понимать, что я сейчас вот здесь я пришел бы на площадку вашу, я уверен, что там нет ни одного уверенного себя человека, не потому что вы там, ну, типа, лохи, ты всегда не уверен в себе. И это нормально, просто надо давать себе отчет, что там режиссер так же не уверен в себе, как там оператор, так же, как актер, так же то. И режиссер знает, что вдруг может появиться жизнь, если сказать, давайте весь выключим свет, никто мешать не будет, ты возьми их индикатор, да, и я понимаю, почему он говорит, ну, ты точно так же спокойно, не злится, ты можешь ему сказать, человек, я понимаю, ну, давай посвятим этому час, а следующих два посвятим тому, что мы как делаем. Попробуем понять, что нам это за сценарм, иногда на самом деле, бывает так, что человек берет хандикам и такой просто, вау, да, реально, просто офигеть, она там стоит, курит у окна, не надо говорить, ничего вообще не надо, пусть курит. Так бывает, но нельзя просто, типа, прийти, 12 часов снимать на хандикам, пить, бурать, выйти в другую комнату, это как бы, да, неправильно. Но я к тому, что вы должны, я просто знаю, по себе лично, и по всем своим друзьям, что операторы, нет, так сказать, все люди, кроме режиссеров, они приходят после первой смены и говорят, он вообще не знает, что делает, а он просто, он не понимает. И на самом деле, я вам скажу, приходит режиссер, и говорит, он вообще не знает, ну и группа, группа, ужас какой. И вам надо просто признать, что так есть, и поговорить про это, и понять, что вы не умеете делать, и это нормально. И вы не научны, как бы, нельзя прочитать книжку и научиться делать. Потому что вы, как бы, ну, типа, трогаете, пробуйте, как, типа, закрыли глаза и трогаете, кажется, шарик, ну, типа того. И это нормально. Для этого, все это сейчас и происходит. Чтобы вы научились, типа, трогать, брать, искать, это шарик, это кулак. Если свет не включишь, ударил. Шутка плохая. Нормальная шутка. Вот, да, но и к тому, что, но везде есть, как бы, это грань, я имею ввиду, как бы, когда ты зашкварит, зашкварит, ты можешь честно сказать, потому что ты, как бы, на самом деле, участвуешь в процессе создания творческого продукта. Те, как бы, не заплатили миллион за то, чтобы ты плясал и ты согласился, подписал договор, я там, соглашаюсь голым плясать, как лох, как бы ты на это не соглашался. Но тоже, типа, просто унижать человека и говорить ему, кажется, ты не знаешь, что делаешь, что на самом деле и ты не знаешь, что ты делаешь. Это, ну, как бы, не надо просто, там, ну, жестить, но в то же время, если ты понимаешь, что это, как бы, просто не твое, ты можешь сейчас сказать, чувак, это супер не мое, и если тебе сейчас так надо, объясни мне что-то то надо, потому что я не понимаю, я помогу, но давай, пожалуйста, попробуем, там, последние три часа посвятить тому, что я понимаю, мне кажется, такой варик тоже может работать. Это, как бы, во взрослом мире, на самом деле, все так снимают, все так работают. Бывает же, что ты приходишь, месяц, думаешь, он сняет так, а вы приходите, вы пять часов страдаете, вот так переглядываетесь, и вдруг кто-то говорит, кажется, не работает. И это реально бывает, и вы просто высадитесь, только, мы уже там снимаем больше, чем один раз, и мы уже понимаем, что такое может быть, и мы садимся, и говорим, типа, мы уходим на 30 минут, идем, и обсуждаем, почему кажется каждому, что не работает. Это нормальный процесс, вы как бы, ну, щупаете точно так же, и вот обсуждать, каждый предлагает что-то. У нас была сцена, который звукорежиссер решил. Каждый предлагает что-то, очень хорошая проблема. Но нельзя кричать, или там, вычить, или там, обижаться, потому что это, на самом деле. Обижать, это дура. На самом деле, просто норм сказать, типа, ну, только главное, о, самое главное, вообще главное, чтобы, есть такая штука, что площадка, она ловит энергетику. Чем больше людей на площадке, тем больше эта энергетика, быстрее передается людям. И если вы с режиссером, при людях, начинайте хоть как-то, не знаю, нематерное слово. Собачиться. Нарушать границы с мей. Собачиться. Да, собачиться, вот это слово. Моя бабушка сказала так же. Собачиться. Если вы начинайте собачиться, то площадка, я тебе клюнусь, просто через 5 секунд ловит это, и вдруг все начнут вестись вот так вот. Просто хлопушка подходит к вам. И это просто мгновенно. И все начинают понимать, что на самом деле, а чего мы тут напрягаемся, если они не знают, что делать? И все начнут вестись вот так. Поймем, что бы вы ни хотели обсудить, мне один оператор, мне буду говорить, кто? Сказал, что если ты хочешь сказать что-то типа гайферу своему, ты отводишь его и бьешь по лицу. Он так, чтобы никто не видел. Это как бы, ну, типа грубые примеры, шутка, но смысл об этом, что никто не должен знать, кроме вас, что что-то происходит не так. Не потому, что это там, ай, потом в газетах расскажут. А потому, что типа на площадке люди, а особенно актеры, если это хорошие актеры, они так или иначе ловят, типа энергетически, они тут же подключаются. Все вдруг начинают понимать, что все тупят, никто не знает, что происходит. Все начинают нервничать, а потом вдруг они согласились участвовать в гавне. Тут же. И вы, как бы, мы, я сейчас не буду рассказывать с кем, но мы уходили с людьми просто там до драки. Обсуждали, как снимать следующий план. Но никто не знал, про это. Холить при всех рубать наедине. Да, 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 да. Это правда. Это как бы не шутка. Это просто вы увидите. И особенно, чем больше площадка, когда у вас 100 человек, это просто вот там, типа одно слово сказано, все. Типа реально. А потом тратите 15 дней, чтобы вернуться. Типа, поэтому все, с улыбочками было круто. Хочу кое-что спросить. Но за дверью. Но реально как бы. И поэтому как бы, но вопрос обсудить, что происходит, и ты как бы реально честно, вообще можешь сказать, так, я начинаю дальше раскусывать. Девочка режиссер? Да, да, да. Просто понял. Я ни, откуда я знаю. Я просто говорю. Я просто, типа мол, дарит женщины, женщины, просто прикольно. Прикинь, так. Не, я просто к тому, что... Сорри, да. Просто в твоем рассуждении все очень правильно, кроме одного. Они не могут сейчас разойтись. Это учебные упражнения, они должны до того-то снять. Не, вы должны закончить, но я к тому, что смотри, ты супер честно, вообще, вот как бы, прям тыришься, да? Ты мне говоришь, чувак, давай сейчас схватим, как бы, камеру, приклеим ее к этому стулу, вырвем стул, и ты будешь ходить со стулом и снимать со стула. Я как бы застремаюсь, такой скажу, окей, давай отойдем, я кое-что хочу спросить. Выйду и спрошу, не понимаю, зачем стул, объясни мне. И если ты мне объяснишь, прямо, зачем это, драматургически, концептуально, может быть, я сюда приду, вырву стул и начну снимать. И попробую снимать. Да, ну хотя бы, я попробую. Но если я такой просто, чего? Типа, мы выходим, и на самом деле, ты можешь сказать, чувак, честно, мне так стыдно, я не знаю, что снимать, поэтому, я вот передумал, что я скажу, а, давай остановим смену, потому что мы точно ничего хорошего не сделаем. Сейчас час потратим на то, что там, ты, я, не знаю, еще сценарист, актер, выйдем и обсудим, почему не работают. И это нормально абсолютно. Так все делают, взрослые дяди, тети, так любое. Не было такой режиссер, который пришел, такой, ну есть, наверное, суперплохие, они все так делают. А так, ну как бы, это всегда поиск, но на самом деле, просто взрослые люди, они уже умеют, как бы, честно сказать, но так, чтобы, я клянусь, не должна площадка, вот просто не должна. Потому что люди, на самом деле, им кажется, что вы создаете магию. Как только, потому что, чтобы не говорили эти люди, я там, работа рабочая, мало платят, вообще это кино, просто, когда вы выпьете с ними, они рассказывают, что они обожают кино, и первый раз, проезжая на такси, увидели съемочную группу, и все так странно выглядит. Все просто в кино, потому что им нравится кино, клянусь, даже рабочие, которые там, все там, да, только работники, я говорю, что просто все хотят, в истину, но они хотят, иметь ощущение, прикосновения вот к этой магии. Как только они понимают, что магии тут не происходит, а вы не знаете, что делать, а они такие, «Подождите, я 12 час, держу вот этот флаг, а мы ховно снимаем, мы тебе в следующий раз этим флагом, когда ты проходишь, просто тебя с по голове, тебе клянусь, или уже пошел пить, как бы, пока вы там лежат, типа собачки». И это, ну, как бы, не шутка. И это такая штука, независимо, там, какой жанр, там, за деньги, за бесплатно, арт, не арт, там, продажный, ну, неважно. Это работает везде, площадка не должна знать, просто не должна знать. Вот тут реально, психотерапевты говорят, что можно выносить ссоры из избы, мне кажется, что в кино лучше не выносить. Именно вот, понимание кино лучше не выносить. Пусть это остается там, у вас там свои семейные отношения, вы отошли, перетерли, ну, просто надо честно говорить, что, типа, «Чух, я не понимаю, вот что там там, типа, вы снимаете, просит тебя». Мы уже сняли все. А, ну, к примеру, я там говорю, что там тебя просят там снять только, чтобы горела одна свеча. И ты там человеку говоришь, там, типа, не видно ничего, просто все кипит, да? Ну, типа того, да. Да, ну, ты, как бы, наверное, типа, злишься, но снимаешь свечу, скорее всего. И тогда все, это норм. Первое, как в работе, все тогда делают. И режиссер злится, что там что-нибудь, но продолжает делать плохо. Это нормально. Если бы вы там остановились, ты бы сказал, типа, давай сейчас, типа, еще 2 кадра снимем, чтобы все думали, что все хорошо, а мы пошли обговорить там следующую сцену, которую... Только что придумали новую сцену. И вы ушли на час. Если бы вы сели, эти кто-нибудь поговорили, ты бы сказал там, «Слушай, давай, это прикольно». Ну, как бы, это технически невозможно. Актер говорит, «Я не могу воткнуть в себя нож, если он не абзафорский». Это технически невозможно. Это реально так и есть. Он не может воткнуть в себя нож. Вот. И вы начинаете искать решение проблемы. Может, на дублей мало. Да. Но вы начинаете искать решение проблемы. И это нормально. И ты просто говоришь, «Слушай, давай такая история, тогда доснимем кадр, что как будто лампочка все время з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з. И вот она берет эту свечу, подносит к себе, смотрит на нее. И через 3 секунды снова з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з, и потом отключается. И все, и это нормально. Тогда можно снимать свечу. Только если это маленький кусочек захлёст это нормально просто объяснить что он просто не будет видеть но это как бы именно спокойном разговоре вот короче потому что но я уверен что если но это очень сложно уметь потому что ты всё время нервничаешь я уверен каждый человек каждый человек хочет сделать круто я уверен ты не хочешь использовать чью-то работу ты хочешь делать круто и тебе жалко что не получается так как ты бы хотел круто ей точно и все нервничают эта нервозность распространяется и все нервничают еще больше слушай если в проекции нервничать вот вопрос залезала Бывает у вас творческие кризисы, но это нормально, а просто бывает, а как вы с ними справляетесь? Как я справляюсь с творческими кризисами? Так, если вы справляетесь, когда напрягаетесь, скажите, я не напрягаюсь. Да, я просто пытаюсь научиться уменьшиваться матом, поэтому пытаюсь обдумать ответ перед тем, как начал говорить. Как я справляюсь? Слушай, ты думаешь, как вообще? Ты знаешь, что работаешь? Не, я просто, наверное, позволяю случиться тому, что случается, если мне плохо-неплохо. Я страдаю, если мне плохо. И пока это закончится. Ну, конечно, я там не сижу просто, но я позволяю этому случиться. Ну, мне кажется, не бывает того, что ты всегда счастлив просто. Что бы ты ни делал, ты это просто волнами какими-то зависимостями, насколько широко. Вот. А так, на самом деле, ну вот сейчас вот эта штука, которую я снимал, это полностью основано на моём состоянии депрессии. Я, как это правильно говорят, дал этому выйти уже в конце концов. Но на самом деле депрессию я решил не просто я снял, а потому что я начал ходить в психотерапевт. Вот. Но я... Депрессия случилась, я знаю, что это такое. Вот когда я сейчас снимал, типа главными вот этими референсами были настроения депрессивности. Вот. Поэтому я не говорю, что надо страдать. Но на самом деле знать, что такое страдание всё равно всем придётся и... Потому что вот если смотрели «Ксенегдаха Нью-Йорк» или «Нью-Йорк-Нью-Йорк» такой фильм... Каффмана. Это первый фильм Каффмана, который он снимал. Там же, в принципе, вот человек рассказывает, что такое творческий кризис. Почему он про него так хорошо рассказывает? Потому что я уверен, что он у него был. В принципе, наверное, он признал то, что, окей, у меня творческий кризис. Сел и до конца это прочувствовал. И потом, наверное, через 20 лет снял такой фильм. Что я не уверен, что можно снять так круто о том, чего ты не знаешь, в принципе. Скорее всего. Но лучше... Короче, лучше всё равно что-то делать, короче. Лучше просто делать и лажать, чем не делать. И делать из себя вид, что я гений и сейчас не хочу ничего делать. Короче, лучше облажаться. Короче, всё равно придётся облажаться. Лучше облажаться быстрее сейчас, пока вас знает пять человек. Чем облажаться через пять лет, когда вас знает миллион. В идеале, честно скажу. Поэтому не страдай сильно. И все вообще не страдайте сильно. Это нормально. Это как, я не знаю... Как всё. Я вот сегодня, кстати, сдал на права. Поздравьте меня. Я наконец-то получил права. Мне 30 лет. Я просто реально страдал. Мне стыдно. Там 18-летние дети дали с первого рода. Я просто полгода хожу и не могу сдать. Это было супер унизительно для меня. Понятно, что на меня никто не смотрел вообще. Никто не знает, что я даже сдавал. Кроме сейчас вас, я вам сказал. Но я имею в виду, что всё равно я рад, что я отстрадал. Потому что я уверен, что через год я уже про это забуду. И буду ездить на машине по России. Пойдём. Я к тому, что всё равно придётся пострадать. Но как бы круто. Короче, хайфово. Главное переступить. Ну, конечно, да. Всё равно будет неприятно. Будешь чувствовать себя лохом. Потому что тебе уже не 16, а ты... Ну, конечно, ты просто поймёшь, что ты не умеешь. Ты узнаешь это, что ты не умеешь что-то. Поэтому, на самом деле, людям сложнее учиться. Не потому что они тупее. А потому что им просто ужасно страшно понимать, что они не умеют. Потому что когда ты в 50, ты как бы уже там семьёй правишь. Там компанией. И тебе говорят там, это очень гениально. Не хочешь прокатиться на сноуборде? Люди становятся на меня и просто... Не, я вообще ненавижу сноуборд. Потому что они понимают, что они сейчас упадут просто на задницу. Прямо сейчас. Честно. А то они фильмы... Меня рассказывают. Нет, я про себя рассказываю. Вот. Поэтому, ну, как бы я имею в виду, что это такая нормальная тема, короче. Просто смиритесь, расслабьтесь. Именно в этом плане вы сделаете плохую вещь. Все. Она случится. Вам будет за нее стыдно. Потом вы будете сметаны. Замечательно говоришь и даешь рекомендации ребятам. Вообще, обычно я спрашиваю, что бы ты ещё рекомендовал. Но это был формальный вопрос. Давай неформально. Просто поговорить с ними. Какие виды ошибок им нужно совершить для становления. Какие виды, какие-то увлечения им нужно определить. Побороть. Найти в себе. Попробовать себя. В чём, в чём, в чём, в чём и в чём. Пока они ещё учатся. Пока они ещё молодые. Вот это очень интересный тема. Во-первых, я вам скажу. Главное. Честно себя спросить, какое кино вы хотите снимать. Это самое важное. Оба-на. Нет ничего стыдного снимать супер коммерческое продажное кино. В этом нет ничего стыдного. Если вам это нравится. Я просто уверен, что Филипп Киркоров счастлив. Я просто уверен в этом. Реально он счастлив быть собой. И ему всё равно, что я считаю его треки зашкладаны. Или реально, ему всё равно он счастлив. Он живёт супер счастливый. Есть люди там, типа, как... Горосы. А? Горосы. Да, они вообще лучшие. Эффект. Вот. Но есть люди, к примеру, как, к примеру, какой-нибудь там... Вот я сейчас, типа, пересматривал Гран-Грие. Если их вдруг не смотрели и хотите просто офигеть, посмотрите новую жизнь Гран-Грие. Вот представьте Гран-Грие, который снимает. И просто представьте Никиту Михалкова, который снова посмотрел фильм. Вот я вам скажу, что и тот, и тот абсолютно счастливы. Потому что нашли то, что делают. И это не, как бы, им всё равно, что про них, куда оставит их по отношению друг друга критики. Реально, я говорю, им всё равно. Потому что они нашли то, что они хотят делать. И самое главное, просто не думай, там, если тут вам говорят или не только тут, в любом другом месте, что вот это зашквар, а вот это там круто. Как бы вы себя спрашиваете, нравится или не нравится. Самое важное. Потому что вы можете, типа, 10 лет потратить на то, что научитесь делать то, что вам не нравится. Вы вдруг поймёте, что вы научились невероятно круто делать то, к чему вас не лежит вообще. Просто вы вдруг поймёте, что вы, типа, научились быть несчастными. И вы в этом преуспели прямо дико. Вот, поэтому ничего нормального, как бы. Вот я знаю человека, который просто там учился в арт-киношколе. Вот сейчас снимает полнометражные фильмы о скейтах. Он просто ушёл из арт-школы и понял, что, типа, мне нравится кататься на скейте, вся эта тусовка. Вот он снял фильм, который там где-то на самом деле сейчас открытым был. Но, как бы, и понятно, то, что не убивает делать тебя сернее, и то, что он сходил в арт-школу, это круто. Потому что он понял, как кое-что работает. И теперь скейтерские видосы стали фильмами крутыми. Но, если бы он остался художником, это был бы, я уверен, просто ужас. Он бы был и плохим художником, и страдал бы, я уверен просто. И, в конце концов, он бы сделал единственную свою хорошую арт-работу, где был бы скейтер. Я просто клянусь. Поэтому, на самом деле, просто надо понять, что, если у вас там, ну, не лежит там прямо блокбастер, или наоборот, там, если не лежит, вот прям, если вы хотите снимать там комедии новогодние, вы реально хотите, вы их любите. Ёлки шесть. А есть люди, которые в этом шайе там, клянусь, и они назовут вам сейчас 500 офигенных русских старых комедий, которые реально офигенные. И они знают, как это сделать, потому что они это любят. Ну, это точно так же, как про кантри. Я вообще не знаю, что такое кантри. У меня к этому не лежит. Вот. Но если вы пошли в школу, где учат кантри, вам надо задуматься. Хотите вы быть кантри без помощи изначально. Я к тому, что, типа, вы операторами хотите быть? Это классно. Но именно чего? Потому что у вас сейчас именно то время, когда вы, типа, пробуете, и за это больно не бьют. Вам сейчас кажется, что вы, там, страдаете дико. Я говорю, придёшь на площадку, там стоит 200 человек, вот открыв стыд, спрашивают, ну, что делаем? И ты просто должен уверенно сказать. Так, ребятушки. Хайроллеры покатились сюда. Здесь вот так-так расходимся. Вот у нас направление. Ага. Самое крутое, когда тебя спросят, где караван стоит. Ты вдруг узнаешь, что есть караван. А это ведь машина. И ты просто поймёшь, что как только он туда встал, в ту сторону ты снимать не можешь. Как только он встал, туда должен снимать режиссер. Всё, у тебя коленки затрясутся просто. Ты как бы, как ток тебя спросил, где караван ставить. Ты поймёшь вообще, что ты не помнишь, что вообще пришли снимать. Сейчас ты туда поставил, и всё. Ты туда никогда не снимаешь больше в этот день. Просто никогда. А я сейчас снимал кино, где караван поставили на все съёмки. Я вот сейчас с Хаммерики снимал фильм. Вот. И мы поставили караван, он там встал вместе. Его нельзя было убрать. И я поставил, я посыпался ночью. А вообще дом было построить. Я такой, фух, мы там караван поставили. Так, а финальный кадр куда? Я хотел вообще, я такой, так-так-так-так-так. Я просто реально психот был. Не из-за чего-то там, а из-за каравана. Ты представляешь вообще? Так что страдай лучше сейчас, я тебе говорю. Понимаешь, караваны не страдаю, но после всех видов съёмок про себя. После всех видов съёмок мне две недели ночью снится, что мне не хватает кабеля. Я никогда с кабелями не занимался. А каждых сто метров это минус восемь процентов. Ты каждый раз думаешь, что технических знаний у него нет. Ты такой думаешь, что надо отставить караван, чтобы, не дай бог, не влез, когда потом так. Так, это мы уже восемнадцатый не зажжём. Давайте подтащим. Звукарь приходит. Он шумит. Так, давайте оттащим. Может быть, за уголок куда? И ты просто, как бы, то, о чём ты даже не думал, что ты когда-нибудь в жизни будешь думать. Ты думаешь о том, где поставится туалет. Просто. Ты, блин, полдня отсидишь, стоять-не стоять. Может, без туалета? Может, в доме все будет? Поэтому это, как бы, ну... Короче, пока у вас, на самом деле, гораздо меньше вещей, о которых вам надо думать. И, на самом деле, они больше, гораздо связаны с творчеством. Вам сейчас кажется, что, там, мало денег, там, не знаю... Не те объективы. Не те объективы. Не те объективы. Не те, на самом деле, храмы. Да, не с первого дня заказа за зараму. Уже 20 грамм. А, ну, короче. А, нет, я не даю. Потому что сейчас, на самом деле, вы думаете о пятнадцатых вещах. Когда он начнёт снимать серьёзки, вам придётся думать также о стадости. И чтобы не думать хотя бы о тех пятнадцатых, лучше их сейчас порешать. Правильно я понимаю тебя, твою мысль? Думаю тебя, Николая. Что лучше понять режиссёра, что надо немного порежиссировать самому. Нет. Нет, нельзя. Нет, надо понять, что... Короче. Просто одно... Во-первых, надо понять. Короче, я просто советую ходить на режиссуру. Вы поймёте, как режиссёры думают. Это просто важно. И вы научитесь говорить с ними на их языке. Как бы... И главное, быстро, вот я имею в виду, коммунициативно находить. Вот вы можете у них спросить. Сложное слово для белорусов. Да, да, да. Ты такой спросишь, типа, ты сейчас сегодня чего хочешь, типа, крупный, потому что это, типа, драматически вот для вот этого. Или ты просто, мы сейчас набираем разные крупности, потому что ты не знаешь, как ты... Как будешь монтировать. Да, смонтируешь. И ты как бы спрашиваешь, честно, его. Типа, это сейчас осознанно, или мы просто набиваем? Потому что если мы сейчас набиваем, давай остановимся, и на следующую сцену потратим больше, там, обдумываем и решим, как снимаем. Потому что, может быть, мне кажется, уже хватит. Но то, что ты не можешь его подгонять, если ты видишь, что ему это надо. И тут, как бы, чем больше ты, как бы, ходишь... Я не говорю, что надо всё знать, всё умею, всё попробовать. Но, в принципе, я имею в виду, надо уметь разговаривать с людьми. Если ты походишь на режиссуру, ты начнёшь понимать, ну, как бы, как мысль у них работает. Потому что, на самом деле, они гораздо лучше нас, мне кажется, умеют думать в континууме. Потому что, вот как ты спросил правильно, хочется, чтобы каждый кадр... Вот это, на самом деле, уже последнее дело. Хочется, чтобы есть фильм целиком, потом хочется, чтобы каждый блок в отдельности, потом хочется, чтобы каждая сцена в отдельности, потом уже хочется, чтобы каждая, типа, там... Сцена движений, потом уже, чтобы какой-то кадр. Вот, на самом деле, кадр – это очень последнее слово. Если это не главный кадр фильма. Если вот в этом кадре, там, вот это происходит. Поэтому изначально, вот, темпоритмически гораздо лучше знать и тебе проще будет с режиссером говорить, реально. И это, ну, там, им это говорят. Потому что мы как бы думаем картинками, а они думают временем. И это не хорошо, не плохо. Очень точно сказал, очень точно. Потому что надо понимать, что... Потом запись позвольте помедленнее. Потому что ты сейчас, на самом деле, когда ты ставишь вот этот свет, чем дольше ты ставишь, тем меньше он тебе нравится. Как я точно сказал? Иногда лучше просто... И поэтому, кстати, советую снимать с одним прибором. Есть люди, которые с одним прибором снимают всю жизнь. Я так и знаю, не буду говорить. Потому что им проще. Потому что у них меньше вариаций, и им проще сделать так лучше. Пусть и сдержанно, но классно. Вот. И пока ты ставишь этот свет, ты думаешь про одну картинку. И ты даже забываешь, что этот человек сейчас уже 20 минут в фильме, к примеру, ходил и теребил что-то в кармане. В 20 минут в фильме этот герой ходит и трет в карман. Но ты сейчас ставишь свет на вот твой портрет и думаешь только о том, что, блин, глаз не видно, тень или глитка. И тебе хочется попросить режиссёра, может он голову вышибать, что просто свет пришёл? И ты не помнишь, что в этой сцене он будет смотреть всё время на карман и теребить его. Ты просто его не помнишь. Если бы ты это вспомнил, ты бы сразу поставил свет, сразу бы он обронил лампу, и лампа бы светилась из-под стола. Но ты этого как бы не помнишь, потому что ты ставишь на картинку свет. Я сейчас не про тебя ссоришься, я тебе говорю. Прости, вы вообще не знакомы, я тебя так сейчас наваливаю просто. Жене, просто как пример тебе привожу. И вот там как бы они думают временем, как что-то видоизменяется внутри продолжительности. А мы учимся изначально, мы думаем как бы частностью, а они думают общим. И вот в конце всё сходится. Когда будешь работать, они начинают нас принимать, мы их, и не потому что кто-то там умнее или тупее, или кому-то преподают лучше, а потому что мы начинаем они из общего, а мы из частного. И вот так это всё медленно расходится, только с опытом. На самом деле только с опытом. На самом деле я вам сейчас советую, есть совет, есть нормальный совет без налитой воды. Я вам советую взять просто, выбрать ваш любимый фильм реально, вот только честно, не классный, который все говорят, что он классный, а ваш любимый. даже если это… Гарри Поттер. Да. О, кстати, да, есть. Даже если это Гарри Поттер, и вам там стыдная услуга, просто взять Гарри Поттера и просто там, знаешь, там просто записать время, которое сцены вы обожаете. Просто записать. Там, на 12-й минуте есть сцена, как бы. Потом пересмотреть эти сцены и попытаться их просто вот типа, ну, например, заскриншотить, типа как эта сцена, и понять, почему вы поймете, на самом деле, почему вам это нравится, я клянусь вам. Вот вы когда сами разберете, вам не надо смотреть YouTube уроки, как снимать там, низкий ключ, высокий ключ, ну, если это надо знать, вы не поймете, что вам нравится. Вот только раскадровав, положив перед собой, распечатав там на принтере, а лучше, на самом деле, с компа зарисовав и лучше цветными карандашами, потому что часто людям нравится цвет. Люди даже не понимают, им цвет какой-нибудь нравится. реально, них есть фильм. Вы реально поймете, что вам нравится, или поймете, что реально круто, что в этом фильме нее нет ни одного крупного, кроме тех моментов, когда человеку по-настоящему плохо и это единственный момент, когда в этом фильме есть крупный. И вдруг поймете, что вам нравится, на самом деле, не как снято, а как передумано. Реально, потому что кадр, может, там, если вот, я часто иногда бываю, я говорю, смотри, фильм гениально снят, потому что я делаю скриншоты, думаю, ужасно снято. Реально, ужас, кошмар, реально, очень плохо снято, для скриншотов. Но внутри это существует очень круто. Часто, ну, как бы, ты реально делаешь картинку, тебе говорят, типа, что, ты что, вот так свет хочешь ставить? И ты посмотришь, думаешь, ой, да, я так не хочу ставить. Но по факту все это так внутри заверчено и работает. И реально часто можно понять, что, оказывается, тебе нравится, ну, как бы, просто. И лучше быстрее признать, и пусть тебя постыдят другие за то, что, там, мне нравится Гарри Поттер, но ты становишься сильнее, когда ты признаешь, что тебе нравится Гарри Поттер гораздо. Тебя там почмырят пять дней, и все скажут, а, чувак, там, Гарри Поттер. Придумают тебе кликуху, но ты зато будешь делать то, что ты любишь делать, а не, там, сейчас в моде, там, я не знаю, что все в моде, эйфории, и вот мы, там, должны убрать скриншоты оттуда, лепить их, там, чтобы не происходило. Даже если это бабушка. У тебя главный референс? Нет, 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 смотри, я просто подумал, бэм, попало еще. Все у тебя. Сори, да, я уже с тобой почему-то шурав BETTER. Вот, я к тому, что ты, как бы, понимаешь, что это круто, но на самом деле эта модель пройдет через три года. Там, в моде была техно, сейчас в моде хип-хоп, потом в моде будет кантри ходишь, например, говорю. Но тебе нравится, там, только... Запишите про кантри. Да, всё, всё, всё. больная тема как я был не прав вот я к тому что конечно лучше делать то что нравится потому что по факту те чуваки которые делают то что им нравится они счастливы им все равно чаще смотрят колька чудо не дайте мне не почему нет почему никто иди сидят и мишка смеются дело в том что не только чтобы было задание которое нужно было взять свой любимый фильм а это же любимого оператора сделал скриншоты разобрать для себя и нам показать почему и они некоторые сделали очень плохо они сделали формально без души так и некоторые из них сделали гарри поттера почему нельзя дружат по этому поводу но без души сделали неинтересно я вам должен сказать что смотрите вот некоторые с душой я вам сейчас расскажу как я ошибся за супер ванную чеки рассказывает вообще-то сверх важно на самом деле что как бы вас бесит я уверен там 10 процентов заданий и бесит они потому что вы не понимаете что смысла что вам кажется что вам типа ставят такие ступенечки и вы приходите и показываете для того чтобы завоевать первое место вам кажется а вы в этом участвовать вам вообще дается просто для того чтобы вы сели и реально подумали какой мой любимый фильм и может вы с ужасом поймете для себя сначала что вы там всем цитируете линча а по факту вам нравится крепкий орешек 3 и реально вам нравится реально любимое кино я в тихоря там когда напишу пиво там включает лучше если мы разберем это третий четыре работы был невероятный переход это по-любому не будет инфарктом ну что бы такое а на самом деле приходите и как бы крепкого орешка для вас реально вас никто не мучает на самом деле важное правило жизни всем на вас все равно это очень важно только для себя ну типа страдаете как бы по факту типа вам это говорят чтобы вы реально посидели и подумали просто реально почему типа этот фильм не нравится я уверен что половина из вас так или иначе имела интенсию выбрать классный фильм который не зашквак чтобы перед всеми которые вы знаете вы не лох вы знаете что шестьдесят третьем году снималось такое кино да вам не для этого дают чтобы реально честно типа себя спросили и короче как бы вам сейчас кажется что какой-то занимаетесь херью потому что вы на самом деле стесняетесь ну типа просто реально здесь подумать про себя реально вы все время рефлексируйте быть там классными типа умеет знать шарить как бы на заберет все полный ерунда вы ничего не шарить ничего не умеете и никто не шарит ничего и не умеет до тех пор пока он не сделал и понял что работает просто и у каждого это своё типа там я выбираю была история просто человек снимал там было задание там снять что-то одним кадром два человека да кажется вот одним кадром два человека просто разговаривал как бы статика со штатива это просто невероятный историю. И человек снимал, вот два этих человека говорят, а на столе сидел кот. Он просто сказал, давайте положим кота, чтобы было странно хотя бы. Он пытался выглядеть круто перед сокурсниками. Типа вот он так придумал, там кот лежит. Точно странно. Вот. И это нормально. Но он, прикиньте, он понял, он пришёл и сказал, говорит, я понял, что я не хочу снимать людей. И вообще, он говорит, я просто понял. Я говорит, мне даже не интересно, что говорят. Но кот, прикиньте, он реально понял. Он говорит, я просто сидел вот так, давал нам еще дубли. А сам смотрел на кота и думал, ах, блин. Сниму кино, где главный ролик кот. И он реально понял, почувствовал, понимаете? Типа, и это как бы задание было не для того, чтобы удивить своих сокурсников, что ваш, там, вот этот вот маленький ролик, как бы он такой классный. И он там, как бы там, референсом является к фильму 32-го года, который никто ни разу не видел. Он восстановлен на копии. Только я однажды был, а вы все лохи. Как бы всем вообще плевать на вас, на самом деле. Вы просто ищите, типа, для себя. Ну, в хорошем смысле, я не вижу. Салют. Короче, вы, как бы, не надо вообще, не перед кем вы делаться. Как бы, вообще, забудьте. Просто, типа, реально спросите себя, что нравится. И вы, на самом деле, все поймете. Как бы, для себя. И вы, короче, главное, я скажу, вы еще поймете, какая инфа вам нужна для того, чтобы быть круче. Как бы, кому-то надо, там, знать, как заправлять пленку, потому что, как бы, людям кому-то интересно. А кто-то хочет знать все новые новинки, потому что ему по кайфу, вот, как бы, все время новые, новые, новые. Пока вы не узнаете, вы, как бы, будете чекать все и распыляться. Ну, не, ну, хорошо все знать, типа, но, как бы, иметь какой-то фокус на чем-то, это круто. Как бы, что ты просто, там, понимаешь, там, ну, я, не знаю, обожаю снимать с рук, там, ну, просто люблю, знаю, что есть, там, штативы, моноподы, там, я не знаю, там, что там еще. Гимбл. Гимбл. Гимбл, вот, и все, типа. И все это есть. И если это прямо супер подходит смыслу, там, данная сцена и фильма, сделаем, но в целом, хочу с рук ходить, там, прямо, вот, и говоришься, это круто, когда ты знаешь, как бы, ты не мучаешься, что там, руки, штатив, монопод, как бы. В целом, знаешь, что если, как бы, обычно, то руки, если что-то странное, тогда что-то другое. Но ты это не узнаешь, пока не попробуешь, как бы. И ты должен попробовать это свое сделать. Крич, идея должна быть попробовать свое, а не удивить всех. Хотя бы поначалу. Потому что потом все это переходит, удивить всех. Тебя просят заденьки всегда. Тебя всегда просят, типа, на самом деле, удивить. Вы же слышали, удивить. Но на самом деле, короче, надо просто кайфануть. И на самом деле, я спрошу не быть жестокими друг к другу, потому что на самом деле, вот, это везде, во всех, неважно, как бы, нет преподавателя, нет школы, здесь нет страны, а просто люди, здоровая конкуренция, неправильное слово понимается, и все на самом деле, ну, как бы, ты знаешь, там, ты там что-то показываешь, что-то там слышишь, тут. Как бы, вот, не надо, реально, просто вы поймите, вы никто не умеете ничего. Реально. Вам только здесь, внутри себя, кажется, что кто-то лучше. На самом деле, вы ничего не умеете вообще. Я сейчас не лажаю, а в плане, что, ну, вам реально надо, типа, просто делать и, на самом деле, помогать друг другу. Потому что, я еще так скажу, никто ничего места не займет. Если ты знаешь свое место. Реально, твое место никто не займет, если ты его знаешь. Типа, поэтому конкуренции, как таковой, нету. Есть конкуренция только там, где людям платят деньги за то, что они не любят делать. Всем платят, и есть много работы курьеров, и там, наверное, есть конкуренция. Потому что никто, на самом деле, не хочет быть курьером. Вот. Но оператора, который там снимает только со светом свечи, если ты такое любишь, поверь мне, твое место никто не займет. Даже если ты всем будешь рассказывать про то, как круто снимается со светом свечи. Короче, надо делиться. Сейчас просим много говоришь, да? Ты у Грех, да? Я вам позвонил. Хорошо. Все спокойно, все спокойно. Никто этого места не займет. Сажа, я про то, что, короче, ну, типа, делитесь и не жоптись, и не думайте, что вы там круче кого-то, потому что вы среди здесь, а может, кому-то кажется, что это на полшажочка, впереди кого-то. На самом деле, вы просто, ну, ничего не умеете, ничего не знаете, ничего не пробует. Поэтому даже не пытайтесь, ну, типа, короче, не пытайтесь друг другом воевать, потому что вы тратите время, ну, не на то. Очень проще, если вы просто что-то просекли, совсем не поделиться и рассказать другим. Ну, конечно, мне там, по-моему, это ничего не придумал, никому не расскажу. А ты все рассказываешь? Да, вообще, всем все. Всем все. Всем все. Я посчитал неожиданно совершенно, я точно так говорю. Я уже совершенно прочитал в японской философии. Это первый признак будущего преподавателя. Когда настолько все равно рассказать всем все, что ты знаешь, потому что ты еще придумаешь что-то другое. Тебе не нужно прятать свои тайны. Тайны бессмысленно. Просто уже время прошло, чтобы тебя догнать, еще надо потратить будет время. Ну, вот это я говорю, если ты понимаешь, что ты, на самом деле, работаешь за бабло и делаешь то, что не хочешь. Тебе как бы страшно, что тебя кто-то выжмет. Мне абсолютно не страшно, потому что я делаю то, что я люблю и хочу. Я уверен, что, как бы, буду продолжать это делать. Если не буду это делать за большие, то не буду за маленькие делать. Мне пушк. Как бы, я имею в виду, что это... Ну, просто, посоли. Что, короче, типа, делитесь и вообще будьте командой. Потому что вот у меня сейчас, не прикиньте, 22 человека сейчас на съемках помогли за бесплатно. Типа, дали там технику, свет, приехали, помогли. Как бы, это суперприятно. Я уверен, если бы я был такой скрытный, жопный тип и там... Я вот знаю человека, который 3 года никому не рассказывал, что он снимает на хайспиды и ему казалось, что это тайна. Указалось, что это тайна, что он как бы нашел свой стиль и никому нельзя говорить про то, что есть хайспиды. Самый известный стиль, да? А что, словно, не знаешь? Ну, он так думал. Типа, не дай бог кому-то сказать. Что, на площадке заклеивалось? Что, всех начнут... Не, ну я именно друзьям никому не рассказывал. Когда там кто-то спрашивал, он на что снято, он говорит... Ну, это такие там стёпы, я там не знаю, там, рехаузинг, там уже непонятно. Я говорю, человеку казалось, что это тебе его стиль. Какая-то паранойя какая-то. Да-да, я говорю. Ну, а все, может, сначала из шутки вырасти в такую паранойю, как бы. Я имею в виду, потому что, ну, как бы. Короче. Вот, я вам советую не смотреть много YouTube роликов, честно. Потому что, на самом деле, надо сначала знать, о чём ты хочешь узнать, а потом полезть её узнать. Потому что информация в YouTube супер поверхностно не тупая, но она только... Не статурирована. Поверхностно тупая. Ну, можно... Не, ну, на самом деле, есть классные штуки, но я имею в виду, это просто информация неисчерпаемая, и можно ей забивать себе голову просто всю жизнь, да, просто зомбировать себя, а как только ты... Ну, короче, я, например, там не знал, что такое... Ронин, например, я не знал, что такое Ронин. Я просто понял, что я хочу снимать плавно, и я, типа, залез в YouTube и вбил там, на что можно снять плавно. Я получил ответ там за полчаса. Это крутой базы информации, как библиотека, но не надо ходить в библиотеку, брать каждую книжку и пытаться ее прочитать. Ничего не даст вообще. Вам лучше сидеть и реально думать. Короче, честно скажу, ссори, с режиссером надо проводить время, потому что им на самом деле очень страшно. Вы отвечаете за 15 вещей, а не отвечают за 153. Просто они, на самом деле, супер боятся, ничего не знают. Просто у них трясутся поджилки, и когда вы еще там стоите, такие... Ну, такой... Это твой выбор. Это твое кино. Ну, как бы, в принципе, все. Ну, что, можете дальше не снимать. Снимем. Да, после этой прады просто можно закрыть площадку и перезайти. Потому что, на самом деле, ну, короче, чуть-чуть больше... Ну, не уважение, я имею в виду, профессии, а просто по-человечному, я имею в виду, по-человечному просто. Потому что, на самом деле, точно так же на вас смотрит какой-нибудь механик, у которого... У вас 50... У них там 150, у вас 25, а у механика одна задача. И он на тебя смотрит такой... Ну, ладно. Это ты занимаешь. Так, все. Просто у тебя, чем меньше задачи, тем тебе кажется, что ты более крутой. Потому что, на самом деле, ты уверен. А чем у тебя больше задачи, тем ты менее уверен, потому что со всеми с этими задачами ты до этого не сталкивался. Поэтому, лишь не защищай режиссеров, но все-таки, так или иначе, режиссер тот человек, который создает направление, куда движется произведение. Даже если вы знаете лучше, все равно, как бы, он отвечает за общее направление. Если каждая сцена снята по-разному, даже суперкрутая, то не работает кино. И я просто вот сейчас, смотри, в чем... Извини, что тебе... Буду говорить с тобой. Прости, как тебя зовут? Саш, да? Васьян. 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 Саш, вот смотри, вот ты, как бы, снял суперкрутое кино, по тебе. Оно невероятно красивое. Ну, или там, стильное, модное, топчик, дрэш, там, что ты хотел сделать, а оно получилось визуально на сто процентов. Но по режиссуре, оно такое дерьмо, и по актерам, что его посмотрел, один человек, потому что это плохое вообще, его никто не будет смотреть. Максимум, что ты можешь сделать, это нарезать из него 16 кадров и кинуть в шоу Урилл. Как я тебе скажу, ты можешь просто пойти и снять 16 кадров за день, спокойно, без режиссера, ставить их в шоу Урилл. Спокойно. Следовательно, вы полгода страдали ни за что. Поэтому в идеале все-таки первоначально лучше, чтобы кино получилось, даже если на двух портретах так себе свет. Это как бы в идеале, чтобы все получилось. Чем больше работает круто, когда каждая сторона крутая, но если получилось все, кроме драматургии, блин, очень мало шансов, что кто-то узнает, что ты крутой оператор. Я вот про что. Даже если ты как бы, ну, понимаете, да, что если это плохо, то никто не узнает, что это было. И ты очень крутой оператор, но никто не посмотрел это кино, потому что он был, наверное, очень плохой. Но все равно есть. Это да, это правда. Нет, лучше снимать, я говорю, но в идеале, если ты понимаешь, что ты где-то можешь помочь режиссеру, лучше помочь, а не типа. Это по реке, ну. Ну, типа такого, я вот прошла. Есть такая старая олдскульная фраза от документариста Марины Голдовской, такая, она говорила мне и своему сыну, Сережа Ревнева, мальчики, запомните, лучше плохо снять хорошее кино, чем хожу. Я вот, это в одной фразе, то, что я говорил долго. Друзья мои, сейчас, знаешь, я, что я тебя буду ждать, сейчас ты побежишь к лифту, они тебя догонят и будут лифта, хватают за лацканой и спрашивают то, что хотели спросить. То, что сочиняется, ужасно, лацкану нет. Что я не еженаличный. А я бы так хотел. За лацкану. Не плюнет, я знаю. Ребята, говорю, давайте скажем нашему госту большое спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ только в своей интерпретации. Я думаю, студенты это оценили и потом мы их разберем все. Все, кто нас читает и видит в этом самом записи, всем привет, большое спасибо. Спасибо большое. Николай Жаудович, наш будущий российский гимнатолог. Спасибо. Я вам советую, реально, все задания даются, чтобы вы стали лучше, а не чтобы просто вас напрячь. Это сто процентов. Блин, честно, это все для вас. Я про задания, которые вам дают, вот там раскатровать. Мы же взрослые ребята. Мы любим эти задания. Да? Вы любите их? Любим. Ничего я так не любил, как эти задания. Вот. Спасибо вам большое.